Словесность Часть первая, о том, как проснулся титулярный советник Галявкин, о том, как он снарядил себя и отправился, куда ему путь лежал, и о том, каким образом он явился к крестьян Ивановичу. Было без малого восемь часов утра, когда титулярный советник Яков Петрович Галявкин очнулся после долгого сна, зевнул, потянулся и открыл, наконец, совершенно глаза свои. Минуты с две, впрочем, лежал он неподвижно на своей постели, как человек не вполне еще уверенный, проснулся ли он или еще спит. Наяву ли и в действительности ли все, что около него теперь совершается, или продолжение его беспорядочных сонных грез. Но через минуту он одним скачком выпрыгнул из постели, вероятно, попав, наконец, в ту идею, около которой вертелись до сих пор рассеянные, неприведенные в надлежащий порядок мысли его. Выпрыгнув из постели, он тотчас же подбежал к небольшому кругленькому зеркальцу, стоящему на комоде. Хотя отразившаяся в зеркале, заспанная, подслеповатая и довольно оплешившая фигура была именно такого незначительного свойства, что с первого взгляда не останавливало на себе решительно ничьего исключительного внимания, но, по-видимому, обладатель ее остался совершенно доволен всем тем, что увидел в зеркале. «Вот бы штука была, — сказал господин Галяткин в полголоса, — вот бы штука была, если б я сегодня монтировал в чем-нибудь, если б вышло, например, что-нибудь не так, прыщик там какой-нибудь вскочил посторонний, или произошла бы другая какая-нибудь неприятность. Впрочем, покаместь не дурно, покаместь все идет хорошо». Потом, заглянув, впрочем, сначала за перегородку в коморку петрушки своего коммердинера и уверившись, что в ней нет петрушки, на цыпочках подошел к столу, отпер в нем один ящик, пошарил в самом заднем уголку этого ящика, вынул, наконец, из-под старых пожелтевших бумаг и какой-то дряни зеленый и стертый бумажник, открыл его осторожно и бережно, и с наслаждением заглянул в самый дальний потаенный карман его. Вероятно, пачка зелененьких, сереньких, синеньких, красненьких и разных пестреньких бумажек тоже весьма приветливо и одобрительно глянула на господина Галяткина. С просеявшим лицом положил он перед собой на стол раскрытый бумажник и крепко потер руки в знак величайшего удовольствия. Наконец, он вынул ее, свою утешительную пачку государственных ассигнаций, и в сотый раз, впрочем, считая со вчерашнего дня, начал пересчитывать их, тщательно перетирая каждый листок между большим и указательным пальцами. «Семьсот пятьдесят рублей ассигнациями! Семьсот пятьдесят рублей! Знатная сумма! Это приятная сумма!» Продолжал он дрожащим, немного расслабленным от удовольствия голосом, сжимая пачку в руках и улыбаясь значительно. «Это весьма приятная сумма! Хоть кому приятная сумма! Желал бы я видеть теперь человека, для которого эта сумма была бы ничтожную суммою. Такая сумма может далеко повести человека. Однако ж, что же это такое? Да где же Петрушка?» «Черки бы взяли!» Он немедленно кликнул Петрушку и возвратился в комнату, совсем недовольный, даже расстроенный. «Ну что?» «Леврею принесли, сударь!» «Надень и пошел сюда!» Надев Леврею, Петрушка, глупо улыбаясь, вошел в комнату барина. Костюмирован он был странно да нельзя. На нем была зеленая, сильно поддержанная лакейская леврея с золотыми обсыпавшимися галунами и, по-видимому, шитое на человека ростом на целый оршин выше Петрушки. В руках он держал шляпу, тоже с галунами и с зелеными перьями, а при бедре имел лакейский меч кожаных ножниц. Наконец, для полноты картины, Петрушка, следуя любимому своему обыкновению ходить всегда в неглиже, по-домашнему, был и теперь босиком. Господин Галяткин осмотрел Петрушку кругом и, по-видимому, остался доволен. Леврея, очевидно, была взята на прокат для какого-то торжественного случая. Заметно было еще, что во время осмотра Петрушка глядел с каким-то странным ожиданием на барина и с необыкновенным любопытством следил за всяким движением его, что крайне смущало господина Галяткина. Ну, а карета? И карета приехала. На весь день? На весь день. Двадцать пять ассигнаций. И сапоги принесли? И сапоги принесли. Болван, не можешь сказать «принесли-с»? Давай их. Сюда. Изъявив свое удовольствие, что сапоги пришлись хорошо, господин Галяткин спросил чаю умываться и бриться. Впрочем, в это утро господин Галяткин был крайне рассеян, потому что почти не заметил улыбочек и гримас на свой счет, помогавшему ему одеваться Петрушке. Голубая извозчичья карета с какими-то гербами с громом подкатилась к крыльцу. Петрушка, перемигиваясь с извозчиком и с кое-какими зеваками, усадил своего барина в карету непривычным голосом и едва сдерживая дурацкий смех, крикал «Пошел!» Вскочил на запятки, и все это, с шумом и громом, звеня и треща, покатилось на Невский проспект. Только что голубой экипаж успел выехать за ворота, как господин Галяткин судорожно потер себе руки и залился тихим, неслышным смехом, как человек веселого характера, которому удалось сыграть славную штуку и которой он сам рад радеханью. Впрочем, тотчас же после припадка веселости смех сменился каким-то странным, озабоченным выражением в лице господина Галяткина. Несмотря на то, что время было сырое и пасмурное, он опустил оба окна кареты и заботливо начал высматривать направо и налево прохожих, тотчас принимая приличный и степенный вид, как только замечал, что на него кто-нибудь смотрит. Бойкая пара казанских лошадок, весьма знакомая господину Галяткину, запряженных в щегольские дрожки, быстро обгоняла с правой стороны его экипаж. Господин на дрожках был Андрей Филиппович, начальник отделения в том служебном месте, в котором числился и господин Галяткин в качестве помощника своего столоначальника. Господин Галяткин, видя, что Андрей Филиппович узнал его совершенно, что глядит во все глаза и что спрятаться никак невозможно, покраснел до ушей. Поклониться или нет? Отозваться или нет? Признаться или нет? Или прикинуться, что не я, а кто-нибудь другой, разительно схожий со мною, и смотреть, как ни в чем не бывало. Именно не я, не я. Да и только, говорил господин Галяткин, снимая шляпу перед Андреем Филипповичем, и не сводя с него глаз. Я? Я ничего. Я совсем ничего. Это вовсе не я, Андрей Филиппович. Это вовсе не я. Не я. Да и только. Скоро, однако, ж дрожки обогнали карету, и магнетизм начальниковских взоров прекратился. Однако он все еще краснел. Улыбался, что-то бормотал про себя. Дурак я был, что не отозвался. Следовало бы просто на смелую ногу и с откровенностью, не лишенную благородства, дескать, так и так, Андрей Филиппович тоже приглашен на обед, да и только. Потом вдруг вспомнив, что срезался, герой наш вспыхнул, как огонь, нахмурил брови и бросил страшный, вызывающий взгляд в передний угол кареты. Взгляд так и назначенный, с тем, чтобы испепелить разом в прах всех врагов его. Наконец вдруг, по вдохновению какому-то, дернул он за снурок, привязанный к локтю извозчика кучера, остановил карету и приказал поворотить на литейную. Дело в том, что господину Галяткину немедленно понадобилось для собственного же спокойствия, вероятно, сказать что-то самое интересное доктору его, Кристиан Ивановичу. И хотя с Кристианом Ивановичем был он знаком с весьма недавнего времени, именно посетил его всего один раз на прошлой неделе вследствие кое-каких надобностей, но ведь доктор, как говорят, что духовник, скрываться было бы глупо, а знать пациента его же обязанность. Так рассуждая, господин Галяткин поднялся до второго этажа и остановился перед квартирой пятого номера, на дверях которого помещена была красная медная дощечка с надписью Кристиан Иванович Рутеншпиц, доктор медицины и хирургии. Доктор медицины и хирургии Кристиан Иванович Рутеншпиц, весьма здоровый, хотя уже и пожилой человек, одаренный густыми сидеющими бровями и бакенбардами, выразительным, сверкающим взглядом, которым одним, по-видимому, прогонял все болезни и, наконец, значительным орденом, сидел в это утро у себя в кабинете, в покойных креслах своих, пил кофе, принесенный ему собственноручно его докторшей, курил сигару и прописывал от времени до времени рецепты своим пациентам. Прописав в последний пузырек одному старичку, страдавшему геморроем, и выпроводив страждущего старичка в боковые двери, Кристиан Иванович уселся в ожидании следующего посещения. Вошел господин Галяткин. По-видимому, Кристиан Иванович нисколько не ожидал, да и не желал видеть перед собой господина Галяткина, потому что он вдруг на мгновение смутился и невольно выразил на лице своем какую-то странную, даже, можно сказать, недовольную мину. Я, Кристиан Иванович, начал господин Галяткин с улыбкой, пришел вас беспокоить вторично, и теперь вторично осмеливаюсь спросить вашего снисхождения. Господин Галяткин, очевидно, затруднялся в словах. М-м-м, да, проговорил Кристиан Иванович, выпустив изо рта струю дыма и кладя сигару на стол. Но вам нужно предписаний держаться. Я ведь вам объяснял, что пользование ваше должно состоять в изменении привычек. Ну, развлечения, друзей, знакомых должно посещать, а вместе с тем и бутылки врагом не бывать, равномерно держаться веселой компанией. Мне, Кристиан Иванович, от вас скрывать нечего. Человек я маленький, сами вы знаете, не интригант, и этим тоже горжусь. Господин Галяткин на мгновение выразительно замолчал. Говорил он с кротким одушевлением. Иду я, Кристиан Иванович, прямо, открыто и без окольных путей, потому что их презираю и предоставляю это другим. Маску надеваю лишь в маскарад, а не хожу с нею перед людьми каждодневно. Спрошу я вас только, Кристиан Иванович, как бы стали вы мстить врагу своему, злейшему врагу своему, тому, кого бы вы считали таким, заключил господин Галяткин, бросив вызывающий взгляд на Кристиана Ивановича. А между тем, пока не сговорил это все господин Галяткин, в нем произошла какая-то странная перемена. Серые глаза его как-то странно блеснули, губы его задрожали, все мускулы, все черты лица его заходили, задвигались, сам он весь дрожал, губы его стряслись, подбородок запрыгал, и герой заплакал совсем неожиданно, схлипывая, кивая головой и ударяя себя в грудь правую рукою, а левой, схватив за лацк от домашней одежды Кристиана Ивановича, хотел было он говорить и в чем-то немедленно объясниться, но не мог и слова сказать. Наконец, Кристиан Иванович опомнился от своего изумления, полноте, успокойтесь, садитесь, проговорил он наконец, стараясь посадить господина Галяткина в кресло. У меня есть враги, Кристиан Иванович, у меня есть враги, у меня есть злые враги, которые меня погубить поклялись, отвечал господин Галяткин боязливо и шепотом, полноте, полноте, что враги, не нужно врагов поминать, это совершенно не нужно, садитесь, садитесь, продолжал Кристиан Иванович, усаживая господина Галяткина окончательно в кресло. Нет, Кристиан Иванович, мы лучше это оставим теперь. Лучше отложим все это в сторону до времени, до другого времени. Кристиан Иванович, до более удобного времени, когда все обнаружится, и маска спадет с некоторых лиц, и кое-что обнажится. Позвольте пожелать вам доброго утра, Кристиан Иванович, сказал господин Галяткин, в этот раз решительно и серьезно вставая с места и хватаясь за шляпу. А, ну, как хотите. Впрочем, как угодно. Медикаменты по-прежнему продолжайте. Нынче и аптекарем быть, Кристиан Иванович, уже важное дело. Как? В каком смысле вы хотите сказать? В весьма обыкновенном смысле, Кристиан Иванович. Я знаю некоторых людей, Кристиан Иванович, которые умеют это иногда поднести кокус с соком. Что? Что поднести кокус с соком? Кристиан Иванович, это пословица русская. Умеют иногда, кстати, поздравить кого-нибудь, например. Есть такие люди, Кристиан Иванович. Поздравить? Да-с! Поздравить, Кристиан Иванович. Как сделал на днях один из моих коротких знакомых? Один из ваших коротких знакомых? А? Как же это? Сказал Кристиан Иванович, внимательно взглянув на господина Галяткина. Да-с! Один из моих близких знакомых. Поздравил с чином, с получением осесарского чина, другого, весьма близкого, тоже знакомого. И вдобавок, приятеля. Как говорится, сладчайшего друга. Этак, к слову, пришлось. Чувствительно, дескать. Говорят, рад случаю принести вам, Владимир Семенович, мое поздравление искреннее, мое поздравление в получении чина. И тем более рад, что нынче, как всему свету известно, вывелись бабушки, которые выражают. Тут господин Галяткин полтовски кивнул головой и, прищурясь, посмотрел на Кристиана Ивановича. Да что мне, Кристиана Ивановича? Что он осесаром сделан? Мне-то что ты? Да, жениться хочет, когда еще молоко, с позволения сказать, на губах не отсохло. Так-то ты и сказал, дескать, говорил Владимир Семенович. Я теперь все сказал. Позвольте же мне удалиться. Да, Кристиан Иванович, позвольте же мне теперь, говорю, удалиться. Да, тут, чтобы уж разом двух воробьев одним камнем убить, как срезал молодца-то на бабушках. И обращаюсь к Ларе Алсуфьевне. Дело-то было третьего дня у Алсуфи Ивановича, а она только что романс пропела, чувствительный. Говорю, дескать, чувствительно пропеть вы романс изволили, да только слушают-то вас не от чистого сердца. И намекаю тем ясно, понимаете, Кристиан Иванович, намекаю тем ясно, что ищут-то теперь не в ней, а подальше. А, ну а что же он лимон съел, Кристиан Иванович, как по пословице говорится. М-м-м, да, с Кристиан Ивановичем. Тоже и старику самому говорю. Дескать, Алсуфий Иванович, говорю, я знаю, чем обязан я вам. Ценю вполне благодеяния ваши, которыми почти с детских лет моих вы осыпали меня. Откройте глаза, Алсуфий Иванович, говорю. Посмотрите, я сам дело на чистоту и открыто веду, Алсуфий Иванович. А, вот как. Да, Кристиан Иванович, оно вот как. Однако ж я, Кристиан Иванович, у вас засиделся совсем. Вы, надеюсь, позволите мне теперь пожелать вам доброго утра. М-м-м, да, Кристиан Иванович, я вас понимаю. Я вас теперь вполне понимаю, сказал наш герой, немного рисуясь перед Кристиан Ивановичем. Итак, и так позвольте вам пожелать доброго утра. Тот наш герой шаркнул ножкой и вышел из комнаты, оставив в крайнем изумлении Кристиан Ивановича. Сходя с докторской лестницы, он улыбался и радостно потирал себе руки. На крыльце, дохнув свежим воздухом и почувствовав себя на свободе, он даже действительно готов был признать себя счастливейшим смертным и потом прямо отправиться в департамент, как вдруг у подъезда загремела карета. Он взглянул и все вспомнил. Петрушка отворял уже дверцы. Какое-то странное и крайне неприятное ощущение охватило всего господина Галяткина. Он как будто бы покраснел на мгновение. Что-то кольнуло его. Он уже стал было заносить свою ногу на подножку кареты, как вдруг обернулся и посмотрел на окна Кристиана Ивановича. Так и есть. Кристиан Иванович стоял у окна, поглаживал правой рукой свои бакенбарды и довольно любопытно смотрел на героя нашего. Это доктор Глуп. Подумал господин Галяткин, забиваясь в карету. Крайне глуп. Он, может быть, и хорошо своих больных лечит, а все-таки глуп. Как бревно. Господин Галяткин уселся, Петрушка крикнул «пошел», и карета покатилась на Невской проспекту. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова О том, насколько именно рублей Торговал господин Галяткин и на сколько купил. О, такое частная и официальная жизнь Господина Галяткина. Какой именно обед и какой именно бал Давали статским советникам Берендеевым. Все это утро прошло в страшных хлопотах у господина Галяткина. Попав на Невский проспект, герой наш приказал остановиться у гостиного двора. Выпрыгнув из своего экипажа, побежал он под аркаду в сопровождении Петрушки и пошел прямо в лавку серебряных и золотых изделий. Заметно было уже по одному виду господина Галяткина, что у него хлопот полон рот и дело страшная куча. Сторговав полный обеденный и чайный сервиз слишком на 1500 рублей ассигнациями и выторговав себе в эту сумму затейливой формы сигарочницу и полный серебряный прибор для бритья бороды, приценившись, наконец, еще кое-каким в своем роде полезным и приятным вещицам, господин Галяткин кончил тем, что обещал завтра же зайти непременно или даже сегодня прислать застаргованным, взял номер лавки и, выслушав внимательно купца, хлопотавшего о задаточке, обещал в свое время и задаточек. Наконец, городские часы пробили три пополудни. Когда господин Галяткин сел окончательно в карету, из всех приобретений, сделанных им в это утро, оказалась в действительности лишь одна пара перчаток и склянка духов в полтора рубля ассигнациями. Наконец, у самого Измайловского моста господин Галяткин указал на один дом. Карета с громом вкатилась в ворота и остановилась у подъезда правого фаса. Заметив одну женскую фигуру в окне второго этажа, господин Галяткин послал ее рукой поцелуй. Впрочем, он не знал сам, что делает, потому что решительно был ни жив, ни мертв в эту минуту. Из кареты он вышел бледный, растерянный, взошел на крыльцо, снял свою шляпу, машинально оправился и, чувствуя, впрочем, маленькую дрожь в коленках, пустился по лестнице. Алсуфий Иванович спросил он отворившего ему человека. Домос, то есть, нет-с, их нет, домос. Как? Что ты, мой милый? Я на обед, братец. Ведь ты меня знаешь, как не знать-с. Принимать вас не вели нас. Господин Галяткин побледнел. В это самое время дверь из внутренних комнат отворилась и вошел Герасимович, старый коммергенер Алсуфия Ивановича. Нельзя-с, сказал он учтиво, но решительно. Никак невозможно-с, просят извините-с, не могут принять-с. А? Ну, впрочем, это дело другое, извинить просят. Однако ж, позвольте, Герасимович, как это, Герасимович, позвольте, позвольте, возразил Герасимович, весьма решительно отстраняя рукой господина Галяткина и давая широкую дорогу двум господам, которые в это самое мгновение входили в прихожую. Входившие господа были Андрей Филиппович и племянник его Владимир Семенович. Оба они с недоумением посмотрели на господина Галяткина. Андрей Филиппович хотел было что-то заговорить, но господин Галяткин уже решился. Он уже выходил из прихожей Алсуфь Ивановича, опустив глаза, покраснев, улыбаясь, с совершенно потерянной физиономией. Я зайду после, Герасимович. Я объяснюсь, я надеюсь, что все это не замедлит своевременно объясниться. Яков Петрович, Яков Петрович! Послышался голос последовавшего за господином Галяткиным Андрея Филипповича. Господин Галяткин находился тогда уже на первой забежной площадке. Он быстро обратился к Андрею Филипповичу. Что вам угодно, Андрей Филиппович сказал он довольно решительным тоном. Что это с вами, Яков Петрович? Каким образом? Ничего-с, Андрей Филиппович. Я здесь сам по себе. Это моя частная жизнь, Андрей Филиппович. Что такое-с? Я говорю, Андрей Филиппович, что это моя частная жизнь. И что здесь, сколько мне кажется, ничего нельзя найти предосудительного касательно официальных отношений моих. Как? Касательно официальных? Что с вами, судорь, такое? Ничего. Андрей Филиппович, совершенно ничего. Дерзкая девчонка. Больше ничего. Что? Что? Андрей Филиппович потерялся от изумления. Господин Галяткин, который доселе, разговаривая снизу лестницы с Андреем Филипповичем, смотрел так, что, казалось, готов был ему прыгнуть прямо в глаза. Видя, что начальник отделения немного смешался, сделал почти неведомо себе шаг вперед, Андрей Филиппович подался назад. Господин Галяткин переступил еще и еще ступеньку. Андрей Филиппович беспокойно осмотрелся кругом. Господин Галяткин вдруг быстро поднялся на лестницу. Еще быстрее прыгнул. Андрей Филиппович в комнату и захлопнул дверь за собой. Господин Галяткин остался один. В глазах у него потемнело. Домой господин Галяткин не поехал. А миновав Семеновский мост, приказал поворотить в один переулок и остановиться возле трактира довольно скромной наружности. Вышед из кареты, герой наш расплатился с извозчиком и, таким образом, избавился, наконец, от своего экипажа. Торжественный день рождения Клары Алсуфьевны, единородной дочери статского советника Бериндеева. Вон о время благодетеля господина Галяткина. День, ознаменовавшийся блистательным, великолепным званым обедом. Таким обедом, какого давно не видали в стенах чиновничьих квартир у Измайловского моста и около. Обедом, который походил более на какой-то пир в Альтосаровске, чем на обед, который отзывался чем-то вавилонским в отношении блеска, роскоши и приличия, с шампанским клико, с устрицами и плодами Елисеева и милютиных лавок, со всякими упитанными тельцами и чиновную табелью о рангах. Этот торжественный день, ознаменовавшийся таким торжественным обедом, заключился блистательным балом. Семейным, маленьким, родственным балом. Но все-таки блистательным в отношении вкуса, образованности и приличия. Но обратимся лучше к господину Галяткину. Дело в том, что он находился теперь в весьма странном, чтобы не сказать более положении. Он, господа, тоже здесь. То есть не на Бали, но почти что на Бали. Он, господа, ничего. Он, хотя и сам по себе, но в эту минуту стоит на дороге не совсем-то прямой. Стоит он теперь, даже странно сказать, стоит он теперь в сенях на черной лестнице квартиры Алсуфия Ивановича. Но это ничего, что он тут стоит. Он так себе. Он, господа, стоит в уголку, забившись в местечках, хоть не потеплее, но зато потемнее, закрывшись отчасти огромным шкафом и старыми ширмами между всяким дрязгом, хламом и рухлью, скрываясь до времени и пока не столько наблюдая за ходом общего дела в качестве постороннего зрителя. Идти или нет? Ну? Ну? Идти или нет? Пойду. Отчего же не пойти? Смелому дорога везде. Иду, да и только. Разрешив таким образом свое положение, господин Галяткин быстро подался вперед, словно пружину какую-то кто-то тронул в нем. С двух шагов очутился в буфетной. Сбросив шинель, снял свою шляпу, поспешно сунул все это в угол, оправился и огладился, потом двинулся в чайную, из чайной юркнул еще в другую комнату, скользнул почти незаметно между вошедшими в азарт игроками, потом, потом тут господин Галяткин позабыл все, что вокруг него делается, и прямо, как снег на голову, явился в танцевальную залу. Как нарочно в это время не танцевали. Дамы гуляли по зале живописными группами, мужчины сбивались в кружок или шныряли по комнате, ангажируя дам. Господин Галяткин не замечал этого ничего. Видел он только Клару Алсуфьевну. Видел он еще кое-кого или нет? Он уже никого не видел, ни на кого не глядел, а двигаемый той уже самой пружиной, посредством которой вскочил на чужой бал непрошенный, подался вперед, потом и еще вперед, и еще вперед. Все, что ходило, шумело, говорило, смеялось, вдруг, как бы по мгновению какому, затихло, и мало-помалу столпилось около господина Галяткина. Господин Галяткин, впрочем, как бы ничего не слыхал, ничего не видал, он не мог смотреть, он ни за что не мог смотреть, он опустил глаза в землю, да так и стоял себе, дав себе, впрочем, мимоходом честное слово каким-нибудь образом застрелиться в эту же ночь. Дав себе такое честное слово, господин Галяткин мысленно сказал себе, была не была, и к собственному, своему величайшему изумлению совсем неожиданно начал вдруг говорить. Начал господин Галяткин поздравлениями и приличными пожеланиями. Поздравления прошли хорошо, а на пожеланиях герой наш запнулся. Чувствовал он, что если запнется, то все сразу к черту пойдет. Так и вышло. Запнулся и завяз, завяз и покраснел, покраснел, и потерялся, потерялся, и поднял глаза, поднял глаза и обвел их кругом. Обвел их кругом и обмер. Все стояло, все молчало, все выжидало. Господин Галяткин бросил покорный, потерянный взор на Андрея Филипповича. Андрей Филиппович ответил господину Галяткину таким взглядом, что если бы герой наш не был уже убит вполне совершенно, то был бы непременно убит в другой раз, если бы это было только возможно. Молчание длилось. Это более относится к домашним обстоятельствам и к частной жизни моей, Андрея Филиппович. Едва слышным голосом проговорил полумертвый господин Галяткин. Это неофициальное приключение, Андрей Филиппович. «Стыдитесь, сударь, стыдитесь!» Проговорил Андрей Филиппович полушепотом с невыразимой уминой негодования. Проговорил, взял за руку Клару Алсуфьевну и отвернулся от господина Галяткина. «Ничем не стыдиться, Андрей Филиппович», ответил господин Галяткин также полушепотом, обводя свои несчастные взоры кругом, потерявшись и стараясь по всему случаю отыскать в недоумевающей толпе середины из социального своего положения. «Ну и ничего, ну и ничего, господа, ну и что ж такое, ну и со всяким может случиться», шептал господин Галяткин, сдвигаясь понемногу с места и стараясь выбраться из окружавшей его толпы. Ему дали дорогу. Герой наш кое-как прошел между двумя рядами любопытных и недоумевающих наблюдателей. «Рок увлекал его!» «Господин Галяткин сам это чувствовал, что Рок-то его увлекал!» «Вот если б эта люстра…» мелькнула в голове господина Галяткина, «Вот если б эта люстра сорвалась теперь с места и упала на общество, то я бы тотчас бросился спасать Клару Алсуфину!» «Спаши ее!» «Сказал бы ей!» «Не беспокойтесь, сударыня!» «Это ничего вас!» «А спаситель ваш?» «Я!» «Потом!» «Однако, прежде чем наш герой успел решиться на что-нибудь, Герасимыч уже стоял перед ним!» «Видите ли, Герасимыч!» «Сказал наш герой с улыбочкой!» «Вы возьмите, да и прикажите, вот, видите, свечка там, в канделябре, Герасимыч! Она сейчас упадет! Так вы знаете ли, прикажите поправить ее! Она, право, сейчас упадет, Герасимыч!» «Свечка-с?» «Нет-с!» «Свечка прямо стоит-с!» «А вот вас кто-то там спрашивает-с!» «Кто же это там меня спрашивает, Герасимыч?» «А уж право не знаю-с!» «Кто именно-с!» «Никто меня не спрашивает, Герасимыч!» «Меня некому спрашивать!» «А я здесь у себя!» «То есть на своем месте, Герасимыч!» «Господин Галяткин перевел дух и осмотрелся кругом!» «Так и есть!» «Все, что ни было в зале, все так и устремилось на него взором и слухом в каком-то торжественном ожидании!» «Господин Галяткин ясно видел, что настало время удара смелого, время посрамления врагов его!» «Господин Галяткин был в волнении!» «Господин Галяткин почувствовал какое-то вдохновение и дрожащим, торжественным голосом начал снова, обращаясь к ожидавшему Герасимычу!» «Нет, мой друг, меня никто не зовет!» «Ты ошибаешься!» «Скажу более!» «Ты ошибался!» «И утром сегодня, уверяя меня, осмеливаясь уверять меня, говорю я, что Алсуфий Иванович, благодетель мой с незапамятных лет, заменивший мне в некотором смысле отца!» «Закажет для меня дверь свою в минуту семейной и торжественнейшие радости для его сердца родительского!» «Господин Галяткин самодовольно, но с глубоким чувством осмотрелся кругом. На ресницах его навернулись слезы. «Повторяй, мой друг, ты ошибался! Ты жестоко, непростительно ошибался!» Минута была торжественная. Господин Галяткин чувствовал, что эффект был вернейший. Господин Галяткин стоял, скромно потупив глаза и ожидая объятий Алсуфия Ивановича. В гостях заметно было волнение и недоумение. Даже сам непоколебимый, ужасный Герасимыч заикнулся на слове «сумнительно с...», как вдруг беспощадный оркестр ни с того ни с сего грянул польку. «Все пропало! Все на ветер пошло!» Господин Галяткин вздрогнул. Герасимыч отшатнулся назад. Все, что ни было в зале, заволновалось, как море. И Владимир Семенович уже несся в первой паре с Кларой Алсуфьевной. Зрители с любопытством и восторгом теснились взглянуть на танцующих польку. Танец интересный, новый, модный, круживший всем головы. Господин Галяткин был на время забыт, но вдруг все заволновалось, замешалось, засуетилось. Музыка умолкла. Случилось странное происшествие. Утомленная танцем, Клара Алсуфьевна, едва переводя дух, от усталости с пылающими щеками и глубоко волнующейся грудью, упала, наконец, в изнеможение сил кресла. Все сердца устремились к прелестной очаровательнице, все спешили на перерыв приветствовать ее и благодарить за оказанное удовольствие. Вдруг перед нею очутился господин Галяткин. Господин Галяткин был бледен, крайне расстроен. Казалось, он тоже был в каком-то изнеможении. Он едва двигался, он отчего-то улыбался, он просительно протягивал руку. Клара Алсуфьевна в изумлении не успела отдернуть руки свои и машинально встала на приглашение господина Галяткина. Господин Галяткин покачнулся вперед сперва один раз, потом другой, потом поднял ножку, потом как-то пришаркнул, потом как-то притопнул, потом споткнулся. Он тоже хотел танцевать с Кларой Алсуфьевной. Клара Алсуфьевна вскрикнула, все бросились освобождать ее руку из руки господина Галяткина. И разом герой наш был оттеснен толпою едва ли не на 10 шагов расстояния. Вокруг него сгруппировался тот же кружок. Оркестр умолк. Герой наш вертелся в кружке своем и машинально, отчасти улыбался, что-то бормотал про себя, что, дескать, отчего ж и нет, и что, дескать, полька, сколько ему, по крайней мере, кажется, танец новый и весьма интересный, созданный для утешения дам, но что, если так дело пошло, то он, пожалуй, готов согласиться. Но согласия господина Галяткина, кажется, никто и не спрашивал. Герой наш почувствовал, что вдруг чья-то рука упала на его руку, что другая рука немного оперлась на спину его, что его с какой-то особенной заботливостью направляют в какую-то сторону. Наконец он заметил, что идет прямо к дверям. Господин Галяткин хотел было что-то сказать, что-то сделать, но нет, он уже ничего не хотел, он только машинально отсмеивался. Наконец он почувствовал, что на него надевают шинель, что ему нахлобучили на глаза шляпу, что, наконец, он почувствовал себя в синях, в темноте и на холоде. Наконец и на лестнице. Наконец он споткнулся, ему казалось, что он падает в бездну. Он хотел было вскрикнуть, и вдруг очутился на дворе. Свежий воздух пахнул на него, он на минутку приостановился, в самое это мгновение до него долетели звуки вновь грянувшего оркестра. Господин Галяткин вдруг вспомнил все. Казалось, все опавшие силы его возвратились к нему опять. Он сорвался с места, на котором доселе стоял, как прикованный, и стремглав бросился вон куда-нибудь, на воздух, на волю, куда глаза глядят. Субтитры создавал DimaTorzok объяснимое происшествие и как, наконец, отчасти объясняет его. На всех петербургских башнях, показывающих и бьющих часы, пробило ровно полночь, когда господин Галяткин вне себя выбежал на набережную фонтанки близ самого Измайловского моста, спасаясь от врагов, от преследований, от града щелчков, на него занесенных, от криков стревоженных старух, от оханья и аханья женщин и от убийственных взглядов Андрея Филиппча. Господин Галяткин был убит. Убит. Убит вполне. В полном смысле слова. И если сохранил в настоящую минуту способность бежать, то единственное, по какому-то чуду, по чуду, которому он сам, наконец, верить отказывался, скажем более. Господин Галяткин не только желал теперь убежать от себя самого, но даже совсем уничтожиться, не быть, в прах обратиться. В настоящие минуты он не внимал ничему окружающему, не понимая ничего, что вокруг него делается, и смотрел так, как будто для него не существовало на самом деле ни неприятности, ни настной ночи, ни долгого пути, ни дождя, ни снега, ни ветра, ни всей крутой непогоды. Наконец, в истощении сил господин Галяткин остановился, оперся на перила набережной в положении человека, у которого вдруг совсем неожиданно потекла носом кровь и пристально стал смотреть на мутную черную воду фонтанки. Неизвестно, сколько именно времени проведено было им в этом занятии. Известно только, что в это мгновение господин Галяткин дошел до такого отчаяния. Так был истерзан, так был измучен, до того изнемог и опал и без того уж слабыми остатками духа, что позабыл обо всем. И об Измайловском мосте, и о Шестилавочной улице, и о настоящем своем. Вдруг, вдруг он вздрогнул всем телом и невольно отскочил шага надво в сторону. С неизъяснимым беспокойством начал он озираться кругом, но никого не было, ничего не случилось особенного, а между тем, между тем, ему показалось, что кто-то сейчас сию минуту стоял здесь, около него, рядом с ним, тоже облокотясь на перила набережной, и чудное дело, даже что-то сказал ему, что-то скоро сказал, отрывисто, не совсем понятно, но о чем-то весьма к нему близком, до него относящемся. Что ж, это мне почудилось, что ли? Эх, эх, да что ж это со мной такое, повторял опять господин Галяткин, пускаясь снова в дорогу и все слегка озираясь кругом, а между тем, какое-то новое ощущение отозвалось во всем существе господина Галяткина, тоска, не тоска, страх, не страх, лихорадочный трепет пробежал по жилам его, минута была невыносима, неприятная, где-то далеко раздался пушечный выстрел, эх, погодка, подумал герой наш, че, не будет ли наводнения, видно, вода поднялась слишком сильно, только что сказал или подумал это господин Галяткин, как увидел впереди себя, идущего ему навстречу прохожего, тоже, вероятно, как и он, по какому-нибудь случаю, запоздал его, вдруг он остановился, как вкопанный, как будто молнией пораженный, и быстро потом обернулся назад вслед прохожему, едва только его миновавшему, обернулся с таким видом, как будто его дернуло сзади, как будто ветер повернул его флюгер, морозом подернуло у него по спине, между тем прохожий исчез совершенно, не стало уже слышно шагов его, а господин Галяткин все еще стоял и глядел ему вслед, однако ж наконец он мало-помалу опомнился, да что ж такое, подумал он с досадой, что же это я с ума, что ли, в самом деле сошел, обернулся и пошел своей дорогою ускоряя и частя более и более шаги и стараясь уж лучше вовсе ни о чем не думать, даже и глаза наконец закрыл с сею целью, вдруг сквозь завывание ветра и шум непогоды до слуха его долетел опять шум чьих-то весьма недалеких шагов, он вздрогнул и открыл глаза, перед ним опять шагах в двадцати от него чернился какой-то быстро приближавшийся к нему человечек. Человечек этот спешил, чистил, торопился, расстояние быстро уменьшалось. Господин Галяткин уже мог даже совсем разглядеть нового запоздалого товарища, разглядел и вскрикнул от изумления и ужаса, ноги его подкосились. Это был тот самый знакомый ему пешеход, которого он минут с десять назад пропустил мимо себя и который вдруг совсем неожиданно теперь опять перед ним появился. Но не одно это поразило господина Галяткина, а поражен господин Галяткин был так, что остановился, вскрикнул, хотел был что-то сказать и пустился догонять незнакомца, даже закричал ему что-то, вероятно, желая остановить его поскорее. Незнакомец молча и с досадой повернулся и быстро пошел свою дорогу, как будто спеша нагнать потерянные две секунды с господином Галяткиным. Что же касается господина Галяткина, то у него задорожали все жилки, колени его подогнулись, ослабели, и он со стоном присел на тротуарную тумбочку. Впрочем, действительно было отчего прийти в такое смущение. Дело в том, что незнакомец показался ему теперь как-то знакомым. Это бы еще все ничего, но он узнал, почти совсем узнал теперь этого человека. Скажем более, господин Галяткин знал вполне этого человека. Он даже знал, как зовут его, как фамилия этого человека. А между тем, ни за что и опять-таки ни за какие сокровища в мире не захотел бы назвать его, согласиться признать, что вот, дескать, его так-то зовут. Много ли, мало ли, продолжалось недоразумение господина Галяткина, долго ли именно он сидел на тротуарном столбу, не могу сказать, но только наконец, маленько очнувшись, он вдруг пустился бежать без оглядки. Что силы в нем было? Дух его занимался. Наконец, он увидел своего незнакомца на повороте в итальянскую улицу, только теперь незнакомец уже шел не навстречу ему, а в ту же самую сторону, как и он, и тоже бежал несколько шагов впереди. Наконец, вошли в шестилавочную. У господина Галяткина дух захватило. Незнакомец остановился прямо перед тем домом, в котором квартира рвал господин Галяткин. Послышался звон колокольчика. Калитка отворилась, незнакомец нагнулся, мелькнул и исчез. Почти в то же самое мгновение поспел и господин Галяткин, и как стрелка влетел под ворота. Запыхавшись, бежал он во двор и тотчас же увидел своего интересного спутника на минуту потерянного. Незнакомец мелькнул при входе на ту лестницу, которую вела в квартиру господина Галяткина. Господин Галяткин бросился вслед за ним. Сердце в нем замирало. Таинственный человек остановился прямо против дверей квартиры господина Галяткина. Стукнул, и что, впрочем, удивило бы в другое время господина Галяткина, Петрушка словно ждал и спать не ложился. Тотчас отворил дверь и пошел за вошедшим человеком со свечой в руках. Вне себя вбежал в жилище свой герой нашей повести. Не снимая шинели и шляпы прошел он коридорчик и словно громом пораженный остановился на пороге своей комнаты. Все предчувствия господина Галяткина сбылись совершенно. Все, чего опасался он и что предугадывал, совершилось теперь наяву. И знакомец сидел перед ним тоже в шинели и в шляпе слегка улыбаясь и прищурясь немного дружески кивал ему головою. Господин Галяткин хотел закричать, но не мог протестовать каким-нибудь образом, но сил не хватило. Волосы встали на голове его дыбом и он присел без чувств на месте от ужаса. Да и было отчего, впрочем, господин Галяткин совершенно узнал своего ночного приятеля. Ночной приятель его был никто иной, как он сам. Сам господин Галяткин. другой господин Галяткин, но совершенно такой же, как и он сам. Одним словом, что называется двойник его во всех отношениях. Вошел господин Галяткин в свое отделение робко, с трепещущим ожиданием чего-то весьма нехорошего. Робко присел на свое всегдашнее место возле стола начальника Антона Антоновича Сеточкина. Дверь из другой комнаты вдруг скрипнула. Тихо и робко как бы рекомендует тем, что входящее лицо весьма незначительное и чья-то фигура, впрочем, весьма знакомая господину Галяткину, застенчиво явилась перед самым тем столом, за которым помещался герой наш. Новоприбывший поклонился Андрею Филипповичу и вслед за тем послышался голос форменно ласковый, такой, каким говорят начальники во всех служебных местах, снова поступившими подчиненными. «Сядьте вот здесь», проговорил Андрей Филиппович, указывая новичку на стол Антона Антоновича, «Вот здесь, напротив господина Галяткина, а делом мы вас тотчас же займем». Господин Галяткин поднял наконец глаза и если не упал в обморок, то единственно от того, что уже сперва все дело предчувствовал, что уже сперва был обо всем предуведомлен, угадав пришельца в душе. Тот, кто сидел теперь напротив господина Галяткина, был ужас, был стыд господина Галяткина, был вчерашний кошмар, господина Галяткина, одним словом был сам господин Галяткин, не тот господин Галяткин, который сидел теперь на стуле с разъянутым ртом и застывшим пером в руке, не тот, который служил в качестве помощника своего столоначальника, не тот, который любит стушеваться и зарыться в толпе, не тот, наконец, чья походка ясно выговаривает, не троньте меня, и я вас трогать не буду, или не троньте меня, ведь я вас не затрогиваю, нет, это был другой господин Галяткин, совершенно другой, но вместе с тем и совершенно похожий на первого, такого же роста, такого же склада, так же одетый, с такой же лысиной, одним словом, ничего, решительно ничего не было забыто для совершенного сходства, так что если взять, да и поставить их рядом, то никто, решительно никто не взял бы на себя определить, который именно настоящий Галяткин, а который поддельный, кто старенький, а кто новенький, кто оригинал и кто копия. господин Галяткин почувствовал, что пот с него градом льется, что сбывается с ним небывалое и доселе невиданное и по тому самому к довершению несчастья неприличное, ибо господин Галяткин понимал и ощущал всю невыгоду быть в таком пасквильном деле первым примером. Тоска его давила и мучила, порой он совершенно лишался и смысла, и памяти, очнувшись после такого мгновения, он замечал, что машинально, бессознательно водит пером по бумаге. Не доверяя себе, он начинал проверять все написанное и не понимал ничего. Наконец, другой господин Галяткин, сидевший до сих пор чинно и смирно, встал и исчез в дверях другого отделения за каким-то делом. Господин Галяткин взглянул на Антона Антоновича. Я хочу сказать, Антон Антонович, что здесь есть новопоступивший чиновник. Да, есть однофамилец ваш. Как? скрикнул господин Галяткин. Я говорю, ваш однофамилец тоже Галяткин. Не братец ли ваш? Нет. Антон, Антонович, я... Скажите, пожалуйста, а мне показалось, что должен быть близкий ваш родственник. Знаете ли, есть такое фамильное в некотором роде сходство? Господин Галяткин остолбенел от изумления и на время у него язык отнялся. Я, знаете ли, что посоветую вам, Яков Петрович, продолжал Антон Антонович. Вы сходите как к доктору. Да, посоветуйтесь с ним. Знаете ли, вы как-то выглядите совсем нездорово. У вас глаза особенно. Знаете, особенное какое-то выражение есть. Нет-с. Я извините, что прерываю вас, Антон Антонович. Я, Антон Антонович, хотел бы узнать, как же этот чиновник, то есть на каком он здесь основании. А, на место Семена Ивановича, покойника, на вакантное место. Вакансия открылась. Так вот и заместили. Ну-с, от кого же-с? То есть я хочу сказать, кто тут именно в это срамное дело руку свою замешал? Да, с, хорошая, говорят, рекомендация. его превосходительство, говорят, посмеялись с Андреем Филипповичем. Посмеялись с Андреем Филипповичем? Да, только так улыбнулись и сказали, что хорошо и, пожалуй, что они с их стороны не прочь, только бы верно служил. Ну-с, дальше-с, вы меня оживляете отчасти, Антон Антонович. Я, то есть, хочу спросить вас, Антон Антонович, что его превосходительство ничего больше не прибавили насчет меня, например. То есть, как же сдаст? Ну, нет, ничего, можете быть совершенно спокойны, ничего особенного, ровно ничего не сказали, прибавил добленький Антон Антонович, вставая со стула. Так вот, я, Антон Антонович, ах, вы меня извинитесь, я и так о пустяках проболтал, а вот дело есть важное, спешное, нужно вот справиться. Антон Антонович, раздался учтиво призывный голос Андрея Филипповича. Его превосходительство, спрашивал, сейчас, сейчас, Андрей Филиппович, сейчас идусь. Антон Антонович, взяв в руки кучку бумаг, полетел сначала к Андрею Филипповичу, а потом в кабинет его превосходительства. А между тем, часы проходили, летели и незаметно стукнуло четыре часа. Присутствие закрылось. Андрей Филиппович взялся за шляпу и, как водится, все последовали его примеру. Господин Галяткин помедлил немножко нужное время и вышел нарочно позже всех. Самым последним, когда уже все разбрелись по разным дорогам. Вышед на улицу, он почувствовал себя точно в раю. Так, что даже ощутил желание хоть и крюку дать, а пройтись по Невскому. Вот ведь судьба, говорил наш герой, неожиданный переворот всего дела. И погодка-то разгулялась, и морозец, и саночки. А мороз-то годится русскому человеку. Славно уживается с морозом русский человек. Я люблю русского человека. И снежочек, и первая пороша, как сказал бы охотник. Вот бы тут зайца по первой поросше. Эх, моя! Да ну, ничего. Вдруг господин Горядкин осекся и как лист задрожал, даже закрыл глаза на мгновение, надеясь, впрочем, что предмет его страха просто иллюзия, открыл он наконец глаза и робко покосился направо. Нет, не иллюзия. Рядом с ним семенил утренний знакомец его. Улыбался, заглядывал ему в лицо и, казалось, ждал случая начать разговор. Разговор, впрочем, не начинался. Оба они прошли шагов пятьдесят таким образом. Все старание господина Галяткина было как можно плотнее закутаться, зарыться в шинель и нахлобучить на глаза шляпу до последней возможности. К довершению обиды даже и шинель, и шляпа его приятеля были точно такие же, как будто сейчас, с плеча господина Галяткина. «Милостивый государь», – произнес наконец наш герой, стараясь говорить почти шепотом и не глядя на своего приятеля, «Мы, кажется, идем по разным дорогам. Я даже уверен в этом», – сказал он, помолчав немножко. «Наконец, я уверен, что вы меня поняли совершенно», – довольно строго прибавил он в заключение. «Я бы желал», – проговорил наконец приятель господина Галяткина, «Я бы желал, вы, вероятно, великодушно извините меня. Я не знаю, кому обратиться здесь. Мои обстоятельства, я надеюсь, что вы извините мою дерзость. Мне даже показалось, что вы, движимые состраданием, принимали во мне утром участие. Со своей стороны, я с первого взгляда почувствовал вам влечение. Я тут…» Тот господин Галяткин мысленно пожелал своему новому сослуживцу провалиться сквозь землю. «Если я смел надеяться, что вы, Яков Петрович, меня снисходительно изволите выслушать, мы… мы здесь. Мы лучше пойдемте ко мне», – отвечал господин Галяткин. «Мы теперь перейдем на ту сторону Невского, там нам будет удобнее с вами, а потом переулочком. Мы лучше возьмем переулочком». «Хорошо, пожалуй, возьмем переулочком». Робко сказал смиренный спутник Галяткина, как будто намекая тоном ответа, что где ему разбирать и что в его положении, он и переулочком готов удовольствоваться. Что же касается господина Галяткина, то он совершенно не понимал, что с ним делалось. Он не верил себе. Он еще не опомнился от своего изумления. Шесть четвертая. Оба господина Галяткина о том, как они трактовали о разных материях О том, как один господин Галяткин плотал, а другой сочинял стихи Опомнился господин Галяткин немного на лестнице при входе в квартиру свою «Ах, я баран, голова!» – ругнул он себя мысленно «Ну куда ж я веду его? Сам голову в петлю кладу!» «Что ж, подумает Петрушка, увидя нас вместе? Что этот мерзавец теперь подумать осмелится? А он подозрителен!» Но уже поздно было раскаиваться Господин Галяткин постучался, дверь отворилась И Петрушка начал снимать шинели с гостей из барина Господин Галяткин посмотрел скользко, так только бросил мельком взгляд на Петрушку Стараясь проникнуть в его физиономию и разгадать его мысли Но, к величайшему своему удивлению, увидел он, что служитель его и не думает удивляться И даже напротив, словно ждал чего-то подобного Конечно, он и теперь смотрел волком, косил на сторону И как будто кого-то съесть собирался Уж не околдовал ли их, кто всех сегодня, думал герой наш? Без какой-нибудь обижал? Непременно что-нибудь особенное должно быть во всем народе сегодня Черт возьми, какая мука какая! Вот все-то таким образом думая и раздумывая Господин Галяткин ввел гостя к себе в комнату И пригласил покорно садиться Гость был в крайнем, по-видимому, замешательстве Очень рабел Покорно следил за всеми движениями своего хозяина Ловил его взгляды и по ним, казалось, старался угадать его мысли В это время вошел Петрушка Остановился в дверях и уставился глазами в сторону Совершенно противоположную той, в которой помещались и гость, и барин его Обеда две порции прикажете брать? Проговорил он небрежно и сепловатым голосом Я? Я не знаю, вы... Да! Возьми, брат, две порции Петрушка ушел Господин Галяткин взглянул на своего гостя Гость его покраснел до ушей Господин Галяткин был добрый человек И потому по доброте души своей Тотчас же составил теорию Бедный человек Да и на месте-то всего один день В свое время пострадал, вероятно Может быть, только и до брата Что приличное платьишко А самому и пообедать-то нечем Эк его, какой он забитый Но ничего, это отчасти и лучше Извините меня, что я... Начал господин Галяткин Впрочем, позвольте узнать, как мне звать вас Я... Я... Яков Петрович Почти прошептал гость его Словно совесть, если стыдясь Словно прощение прося в том, что И его зовут тоже Яковом Петровичем Яков Петрович Повторил наш герой, не в силах Будучи скрыть своего смущения Да-с, точно так-с, тезка вам-с Отвечал смиренный гость Господина Галяткина Осмеливаясь улыбнуться и сказать Что-нибудь пошутливее Но тут же оселся назад Приняв вид самый серьезный И немного, впрочем, смущенный Замечая, что хозяина его Теперь не до шуточек Вы... Позвольте же вас спросить По какому случаю имею я честь? Зная ваши великодушия И добродетели ваши Быстро, но робким голосом Прервал его гость Немного приподнимаясь со стула Осмелился я обратиться к вам И просить вашего знакомства И покровительства Вы смущаете меня? Отвечал господин Галяткин Наглядывая себя Свои стены и гости Чем же я мог бы Я, то есть, хочу сказать В каком именно отношении Могу я вам Услужить в чем-нибудь Я, Яков Петрович Почувствовал к вам Влечение С первого взгляда И, простите меня, великодушно На вас понадеялся Осмелился понадеяться Яков Петрович Я Я человек здесь затерянный Яков Петрович Бедный Пострадал Весьма много Яков Петрович И здесь еще Вновь Узнав, что Вы при Обыкновенных Врожденных вам Качествах Вашей прекрасной души Одна фамилец мой Господин Галяткин Поморщился Одна фамилец мой И родом Из одних Со мной мест Решился я Обратиться к вам И изложить вам Затруднительное Мое положение Хорошо-с-хорошо Справа Я Не знаю, что вам сказать Отвечал Смущенным голосом Господин Галяткин Вот После обеда Мы Потолкуем Гость поклонился Обед принесли Петрушка собрал на стол И гость Вместе с хозяином Принялись насыщать себя Обед продолжался недолго Оба не торопились Хозяин потому, что был Не в обыкновенной тарелке Своей Да к тому же и совестился Что обед был дурной Совестился же Отчасти от того, что Хотелось Гостя хорошо покормить Отчасти от того, что Хотелось Показать Что он не как нищий Живет Когда еда Кончилась Господин Галяткин Закурил свою трубочку Предложил другую Заведенную для приятеля Гостю Оба уселись Друг против друга И гость Начал рассказывать Свои приключения Рассказ Господина Галяткина Младшего Продолжался Часа три Или четыре История приключений Его была Впрочем Составлена Из самых Пустейших Из самых Мизернейших Если можно сказать Обстоятельств Дело Дело шло О службе Где-то В палате В губернии О прокурорах О председателях О кое-каких Канцелярских интригах О разврате Души Одного из Повытчиков О ревизоре О внезапной Перемене начальства О том, как Господин Галяткин Второй Пострадал Совершенно безвинно О престарелой Тетушке Его Пелагея Семеновне О том, как он По разным интригам Врагов Своих места Лишился И пешком Пришел в Петербург О том, как он Маялся И горе Мыкал здесь В Петербурге Как бесплодно Долгое время Место искал Прожился Искорчился Жил чуть не на улице Ел черствый хлеб И запивал его Слезами своими Спал на голом полу И, наконец, Как кто-то Из добрых людей Взялся хлопотать О нем Рекомендовал И великодушно К новому месту Пристроил Гость господина Галяткина Плакал, рассказывая И утирал слезы Синим клетчатым платком Весьма походившим На клеенку Заключил же он тем Что открылся Вполне Господину Галяткину И признался Что ему не только Нечем пока мисс жить И прилично устроиться Но и обмундироваться Так как следует Не на что Что вот Даже на сапожишки Не мог сколотиться И что вид смундир Взят им у кого-то На подержание На малое время Господин Галяткин Был в умилении Был истинно Тронут Впрочем И даже несмотря на то Что история его гостя Была самая пустая история Все слова этой истории Ложились на сердце Его Словно манна небесная Дело в том Что господин Галяткин Забывал последние Сомнения свои Разрешил свое сердце На свободу и радость И наконец Мысленно сам себя Пожаловал в дураки Все было так натурально И было от чего сокрушаться Бить такую тревогу Ну есть Действительно есть одно Щекотливое обстоятельство Да ведь оно не беда Оно не может Замарать человека Амбицию его запятнать И карьеру его загубить Когда не виноват человек Когда сама природа Сюда замешалась К тому же гость просил Покровительства Гость плакал Гость судьбу обвинял Казался таким Незатейливым Без злобы и хитростей Жалким Ничтожным И кажется Сам теперь Совестился Хотя может быть И в другом отношении Странным сходством лица Своего с хозяйским лицом Вел он себя Да нельзя благонадежно Так и смотрел Угодить своему хозяину И смотрел так Как смотрит человек Который терзается Угрызениями совести И чувствует Что виноват Перед другим человеком Заходила ли например Речь о каком-нибудь Сомнительном пункте Гость Тотчас же соглашался С мнением господина Галяткина Одним словом Гость употреблял Все возможные усилия Найти в господине Галяткине Так что господин Галяткин Решил наконец Что гость его Должен быть Весьма любезный человек Во всех отношениях Между прочим Подали чай Час был девятый Господин Галяткин Чувствовал себя В прекрасном расположении Духа Развеселился Разыгрался Расходился Понемножку И пустился Наконец В самый живой Занимательный Разговор С своим гостем Господин Галяткин Под веселую руку Любил иногда Рассказывать Что-нибудь интересное Так и теперь Рассказал гостю Много о столице О веселениях И красотах ее О театре О клубах О картине Брюлова О том Как два англичанина Приехали нарочно Из Англии В Петербург Чтоб посмотреть На решетку Летнего сада И тотчас Уехали О службе О Балсуфе Ивановиче Об Андрея Филипповиче О том Что Россия С часу на час Идет к совершенству И что тут Словесные науки Есть цветут Об анекдотце Прочитанном Недавно В Северной Пчеле И что в Индии Есть змея Удав Необыкновенной силы Наконец Обороне Бромбеусе И т.д. И т.д. Так как Господин Галяткин Теперь расходился Вполне И стал вдруг Почти совершенно счастлив То вздумалось ему Даже и пожуировать Жизнью Принесен был Петрушку и ром И составился Пунш Гости хозяина Осушили по стакану И по два Гость оказался Еще любезнее прежнего И со своей стороны Показал не одно Доказательство Прямодушия И счастливого Характера своего Сильно входил В удовольствие Господина Галяткин Казалось Радовался только Одною его радостью И смотрел на него Как на истинного И единственного Своего благодетеля Взяв перо И листочек бумажки Он попросил Господина Галяткина Не смотреть на то Что он будет писать И потом Когда кончил Сам показал Хозяину своему Все написанное Оказалось Что это было Четверостишее Написанное Довольно чувствительно Впрочем Прекрасным слогом И почерком И как видно Сочинение Самого любезного Гостя Стишки были Следующие Если ты меня Забудешь Не забуду Я тебя В жизни Может все Случиться Не забудь И ты меня Со слезами На глазах Обнял Своего гостя Господин Галяткин И расчувствовавшись Наконец Вполне Сам Посвятил Своего гостя В некоторые Секреты И тайны Свои Причем Речь Сильно Напиралась На Андрея Филипповича И на Клару Алсуфьевну Ну да Ведь мы С тобой Яков Петрович Сойдемся Говорил наш Герой Своему гостю Мы С тобой Яков Петрович Будем жить Как рыба С водой Как братья Родные Мы Дружище Будем Хитрить Заодно Хитрить Будем Со своей Стороны Будем Интригу Вести В пику Им В пику Им Интригу Вести А им То ты Никому Не вверяйся Ведь я Тебя Знаю Яков Петрович И характер Твой Понимаю Ведь ты Как раз Все Расскажешь Душа Ты Правдивая Ты Брат Сторонись От них Всех Гость Вполне Соглашался Благодарил Господина Галяткина И тоже Наконец Расслезился Ты Знаешь Ли Яша Продолжал Господин Галяткин Дрожащим Расслабленным Голосом Ты Яша Поселись У меня На время Или Навсегда Поселись Мы Сойдемся Что Брат Тебе Ты Ты Не Смущайся Не Ропщи На То Что Вот Между Нами Такое Странное Теперь Обстоятельство Роптать Брат Грешно Это Природа А Мать Природа Щедра Вот Что Брат Яша Любя Тебя Братски Любя Тебя Говорю А Мы Ногах Гость Разумеется Был приглашен Ночевать Кровать Была Кое-как Составлена Из двух Рядов Стульев Господин Горяткин Младший Объявил Что Под дружеским Кровом Мягко Спать И на Голом Полу Что Своей Стороны Он Заснет Где Придется С покорностью И признательностью Что Теперь Он В раю И Что Наконец Он Много Перенес На Своем Веку Несчастье И горе На Все Посмотрел Всего Перетерпел И Кто Знает Будущность Может Быть Еще Перетерпит Господин Голяткин Старший Протестовал Против Этого И Начал Доказывать Что Нужно Возложить Всю Надежду На Бога Гость Вполне Соглашался И Говорил Что Разумеется Никто Таков Как Бог Гость Стал Наконец Раздеваться А Господин Голяткин Вышел За Перегородку Частью Подобрать Души Что Может Дескать У него И рубашки Топорядочной Нет Так Чтобы Не Сконфузить И без Того Уж Пострадавшего Человека А Частью Для Если Можно И Приласкать Человека Чтобы Уж Все Были Счастливы И Чтобы Не Оставалась На столе Просыпанной Соли Нужно Заметить Что Петрушка Все еще Смущал Господина Голяткина Ты Петр Ложись Теперь Спать Кротко Сказал Господин Голяткин Входя В отделение Своего Служителя Ты Теперь Ложись Спать А Завтра В Восемь Часов Ты Меня И Разбуди Понимаешь Петруша Господин Голяткин Говорил Необыкновенно Мягко И Ласково Но Петрушка Молчал Он В это Время Возился Около Своей Кровати И Даже Не Обернулся К Своему Барину Чтобы Должен Сделать Впрочем Из Из Одного К Уважение Ты Петр Меня Слышал Продолжал Господин Голяткин Ты Вот Теперь Ложись Спать А Завтра Петруша Ты И Разбуди Меня Восемь Часов Понимаешь Да Уж Помню Уж Что Тут Поворчал Себе Под Нос Петрушка Ну То То Петруша Я Это Только Так Говорю Чтоб И Ты Был Спокоен И Счастлив Вот Мы Теперь Все Счастливы Так Чтоб И Ты Был Спокоен И Счастлив А Теперь Спокойной Ночи Желаю Тебе Усни Петруша Усни Мы Все Трудиться Должны Ты Брат Знаешь Не Думай Чего Небудь Господин Галяткин Начал Было Да Остановился Не Слишком Ли Будет Подумал Он Недалеко Ли Я Замахну Так То Всегда Всегда То Я Пересыплю Герой Наш Вышел От Петрушки Весьма Недовольный Собою К тому же Грубостью И неподатливостью Петрушки Он немного Обиделся С шельмецом Заигрывают Шельмецу Барень Честь Делает А он Не чувствует Подумал Господин Галяткин Впрочем Такая уж Тенденция Подлая У всего Этого Рода Отчасти Покачиваясь Воротился Он в комнату И видя Что гость Его Улегся Совсем Присел На минутку К нему На постель А ведь Признайся Яша Начал он Шепотом И курныкой Головой Ведь ты Подлец Передо мной Виноват Ведь ты Тезка Знаешь Того Продолжал он Довольно фамильярно Заигрывая Своим гостем Наконец Распростившись С ним Дружески Господин Галяткин Отправился Спать Гость Между тем Захрапел Господин Галяткин В свою очередь Начал ложиться В постель А между тем Посмеиваясь Шептал Про себя Ты пьян Сегодня Голубчик Мой Яков Петрович Подлец Ты Такой Галятка Ты Этакой Фамилия Твоя Такова Да Чему Ты Обрадовался Ведь Завтра Расплачешься Нюня Ты Этакая Что Мне Делать С тобой Тут Довольно Странное Ощущение Отозвалось Во всем Существе Господина Галяткина Что-то Похожее На сомнение Или Раскаяние Господин Галяткин Привстал Взял Свечу И на цыпочках Еще раз Подошел Взглянуть На спящего Своего гостя Долго Стояло Стояло Над ним В глубоком Раздумье Картина Неприятная Пасхи Пасхи Чистейшей Думать Вспомнить Вспомнить Что-то Такое Весьма Интересное Разрешить Что-то Такое Весьма Важное Какое-то Щекотливое Дело Но не Мог Сон Налетел На его Победную Голову И он Заснул Так Как Обыкновенно Спят Люди С непривычки Употребившие Вдруг Пять Стаканов Пунша На Какой-нибудь Дружеской Вечеринке 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 Часть Пятая О том Что случилось Господином Галяткиным По праву Штении О том Как Господин Галяткин Струсил Отчасти Речь О боях Галяткины Адская Измена Господина Галяткина Младшего Как обыкновенно На другой день Господин Галяткин Проснулся В 8 часов Проснувшись же Тотчас Припомнил Все происшествия Вчерашнего вечера Припомнил И поморщился Эк Я разыгрался Вчера Каким дураком Подумал он Приподнимаясь С постели И взглянув На постель Своего гостя Но Каково же было Его удивление Когда не только Гостя Но даже и постели На которой спал Гость Не было в комнате Что ж такое Чуть не вскрикнул Господин Галяткин Что ж бы Это было такое Что же означает Теперь это Новое обстоятельство Пока мест Господин Галяткин Недоумевая С раскрытым ртом Смотрел на Опустелое место Скрипнула дверь И Петрушка Вошел С чайным Подносом Где же Где же Проговорил Чуть слышим Голосом Наш герой Указывая На вчерашнее место Отведенное гостю Петрушка Сначала не отвечал Ничего Даже не посмотрел На своего барина А поворотил Глаза В угол Направо Так что господин Галяткин Он сам принужден До ушей Посмотрел С какой-то Оскорбительной Укаризной Похожую На чистую Брань Господин Галяткин И руки Опустил Как говорится Наконец Судьба готовит Что-то Таким образом Вчерашний гость Впрочем Продолжал он Антонович Сеточкин Усевшегося Подли него Господина Галяткина У вас здесь Она Здесь Прошептал Господин Галяткин Смотря на своего Стала начальника Отчасти С потерявшимся Видом Тотос Я к тому Говорю Что Андрей Филиппович Уж два раза Спрашивал Того и гляди Что его Превосходительство Потребует Нет Она Конченос Ну-с Хорошо В то самое время В соседней комнате Послышался шум Обнаружилось Какое-то Деловое движение Дверь Отворилась И Андрей Филиппович Только что Перед тем Отлучившийся По делам В кабинет Его превосходительства Запыхавшись Появился В дверях И крикнул Господина Галяткина Зная В чем дело И не желая Заставить ждать Андрея Филипповича Господин Галяткин Вскочил С своего места И как следует Немедленно Засуетился На чем свет стоит Обготовляя И обхоливая Окончательно Требуемую Тетрадку Да и сам Приготовляясь Отправиться Вслед за тетрадкой Андрея Филипповичем В кабинет Его превосходительства Вдруг И почти Из-под руки Андрея Филипповича Стоявшего В то время В самых дверях Ёркнул В комнату Господин Галяткин Младший Суетясь Запыхавшись Загонявшись На службе С важным Совсем не то Я сочувствую Яков Петровичей Подвигнут Душевным участием От которого Нижайше прошу Вас избавить меня Позвольте Позвольте Вы разумеется Их обернете Оберточкой Яков Петрович А третью-то страничку Вы заложите Закладкой Позвольте Позвольте Яков Петрович Позвольте Андрей Филиппович Третий раз Кликнул Господина Галяткин Да помилуйте Где же тут Пятнышко Ведь кажется Вовсе нету Здесь Пятнышко И огромное Пятнышко Вот оно Вот Позвольте Я здесь его видел Вот Позвольте Вы только позвольте Мне Яков Петрович Я отчасти Здесь Ножечком Я из участия Яков Петрович И ножечком От чистого сердца Вот так Вот и дело с концом Тут И совсем Неожиданно Господин Галяткин Младший Вдруг Ни с того Ни с сего Осилив Господина Галяткина Старшего В мгновенной Борьбе между Ними возникшей И во всяком Случай Совершенно Против воли Его Овладел Требуемой Начальством Бумагой И вместо Того Чтобы поскоблить Ее ножичком От чистого Сердца Как вероломно Уверял он Господина Галяткина Старшего Быстро Свернул ее Сунул подмышку И в два скачка Очутился возле Андрея Филипповича Не заметившего Ни одной Из проделок Его И полетел С ним В директорский Кабинет Господин Галяткин Старший Остался Как бы Прикованным К месту Держа В руках Ножичек И как будто Приготовляясь Что-то Скоблить Им Герой Герой Наш Еще не Совсем Понимал Своё Новое Обстоятельство Он Еще не Опомнился Он Почувствовал Удар Но Думал Что Это Что-нибудь Так Все Все Блед И Чувствую В совершенном Разброде Всю Свою Голову Крепко Неудоумевая На то Что Нужно Решиться Присел Господин Галяткин На стул Гораздо Было Лучше Если Все Это Было Лишь Так Только Беспрерывно Думал Он Про Себя Действительно Подобное Темное Дело Было Даже Невероятно Совсем Это Во-первых И вздор А во-вторых И случиться Не может Это Вероятно Как-нибудь Там Померещилось Или Вышло Что-нибудь Другое А не То Что Действительно Было Или Верно Это Я Сам Ходил И Себя Как-нибудь Там Принял Совсем За Другого Одним Словом Это Совершенно Невозможное Дело Нос Проговорил Господин Галяткин Младший Довольно Дерзко Смотря на Господина Галяткина Старшего Господин Галяткин Старший Едва Дышал Я Не знаю Милостивый Государь Начал Он Каким Образом Вам Теперь Объяснить Странность Вашего Поведения Со Мною Ну Продолжайтесь Тут Господин Галяткин Младший Оглянулся Кругом И мигнул Глазом Окружавшим Их Чиновником Как бы Давая Знать Что Вот Именно Сейчас И Начнется Камедия Дерзость И Бестыдство Ваших Приемов Милостивый Государь Мой Со Мной В настоящем Случае Еще Более Вас Обличают Чем Все Слова Мои Не Надейтесь На Вашу Игру Она Плоховата Ну Яков Петрович Теперь Скажите Ко мне Какого-то Вы Почевали Отвечал Галяткин Младший Прямо Смотря В глаза Господину Галяткину Старшему Вы Милостивый Государец Забываетесь Сказал Совершенно Потерявшийся Титулярный Советник Едва Слыша Пол Под Собою Я Надеюсь Что Вы Перемените Тон Душ Кам Мой Проговорил Господин Галяткин Младший Скорчив Довольно Неблагопристойную Гримасу Господину Галяткину Старшему И вдруг Совсем Неожиданно Под видом Ласкательства Ухватил Ему Двумя Пальцами За довольно Пухлую Правую Щеку Герой Наш Вспыхнул Как огонь Только Что Приятель Господина Галяткина Старшего Приметил Что противник Его тряся С всеми Членами Немой От иступления Красный Как рак И наконец Доведенный До последних Границ Может даже Решиться На формальное Нападение То немедленно И самым Бестыдным Образом Предупредил Его в свою Очередь Потрепав Его еще Раза Два По щеке Пощекотав Его еще Раза Два Поиграв С ним Неподвижным И обезумевшим От бешенства Еще Несколько Секунд Таким Образом Господин Галяткин Младший С возмущающим Душу Бесстыдством Щелкнул Окончательно Господина Галяткина Старшего По крутому Брюшку И с самой Ядовитой Далеко Намекающей Улыбкой Проговорил Ему Шалишь Братец Яков Петрович Шалишь Хитрить Мы будем С тобою Яков Петрович Хитрить Потом И прежде чем Герой наш Успел Мало-мальски Прийти в себя От последней Атаки Господин Галяткин Младший Вдруг Предварительно Отпустив Только улыбочку Окружающим Их зрителям Принял на себя Вид Самый занятой Самый деловой Самый форменный Опустил глаза В землю Съежился Сжался И быстро Проговорив По особому поручению Легнул Своей коротенькой Ножкой И шмыгнул В соседнюю комнату Герой наш Не верил глазам И все еще Был не в состоянии Опомниться Часы Длились Невероятно Долго Наконец Пробило Четыре Спустя немного Все встали И вслед за начальником Двинулись К себе По домам Господин Галяткин Вмешался В толпу Глаз его Не дремал И не упускал Кого нужно Из виду Накинув Шинель Господин Галяткин Младший Иронически Взглянул На господина Галяткина Старшего Действуя Таким образом Открыто И дерзко Ему в пику Потом Свойственно Ему Наглостью Осмотрелся Кругом Посеменил Окончательно Вероятно Чтобы оставить Выгодное По себе Впечатление Около чиновников Сказал словцо Одному Пошептался О чем-то С другим Почтительно Полезался С третьим Адресовал Улыбочку Четвертому Дал руку Пятому И бесило Юркнул Вниз По лестнице Господин Галяткин Старший За ним И к неописанному Своему удовольствию Таки нагнал Его на последней Ступеньке И схватил За воротник Его шинели Казалось Что господин Галяткин Младший Немного Оторопел И посмотрел Кругом С потерянным Видом Как понимать Мне вас Прошептал Он наконец Слабым голосом Господину Галяткину Милостивый Государь Если вы Только благородный Человек То надеюсь Что вспомните Про вчерашние Дружеские Наши сношения Проговорил Наш герой А да Ну что ж Хорошо ли вы Почивались Пешенство Отняло На минуту Язык Господина Галяткина Старшего Я-то Почивал Хорошо Но позвольте Же и вам Сказать Милостивый Мой Государь Что игра Ваша Крайне Запутана Кто это говорит Это враги мои говорят Отвечал Отрависто тот Кто называл себя Господином Галяткиным И вместе С словом Этим Неожиданно Освободился Из слабых рук Настоящего Господина Галяткина Освободившись Он бросился С лестницы Оглянулся Кругом Увидев Извозчика Подбежал К нему Сел на дрожки И в одно Мгновение Скрылся Из глаз Господина Галяткина Старшего Отчаянный И покинутый Всеми Титулярный Советник Оглянулся Кругом Но не было Другого Извозчика Попробовал Был он Бежать Да Ноги Подламывались С опрокинутой Физиономией С раздвинутым Ртом Уничтожившись Съежившись В бессилии Прислонился Он К фонарному Столбу И остался Несколько минут Таким образом Посреди Тротуара Казалось Что все Погибло Для господина Галяткина Все по-видимому И даже Природа Сама Вооружилась Против Господина Галяткина Но он еще Был на ногах И не побежден Он это чувствовал Что не побежден Он готов Был бороться Он с таким Чувством И с такой Энергией Потер себе руки Когда очнулся После первого Изумления Что уже По одному Виду Господина Галяткина Заключить Можно было Что он Не уступит Впрочем Опасность Была на носу Было очевидно Господин Галяткин И это чувствовал Да как за нее Взяться За эту опасность Вот вопрос Даже на мгновение Мелькнула мысль В голове Господина Галяткина Что дескать Не оставить ли Все это так Не отступиться Или запросто Ну что ж Ну и Ничего Я буду особо Как будто Не я Пропускаю Еще мимо Не я Да и только Он тоже особо Авосий Отступится Поюлит Шельмец Поюлит Повертится Да и отступится Вот оно как Я смирением Возьму Да и где же Опасность Ну какая Опасность Желал бы я Чтоб кто-нибудь Указал мне В этом деле Опасность Плевое дело Обыкновенное Дело Здесь Господин Галяткин Осекся Слова У него На языке Замерли Он даже Ругнул себя За эту мысль Да тут же И уличил себя В низости В трусости За эту мысль Однако Дело его Все таки Не двинулось С места Но если бы Там теперь Думал он Волшебник Какой бы Пришел Или официальным Образом Как нибудь А так пришлось Да сказали бы Дай Галяткин Палец с правой руки И квиты с тобой Не будет другого Галяткина И ты будешь счастлив Только пальца не будет Так отдал бы палец Непременно бы отдал Не поморщись бы отдал Черки бы взяли Все это Зачем все это Ну надо было Всему этому быть Вот Непременно этому Вот именно Этому Как будто Нельзя было Другому чему И все было Хорошо сначала Все были довольны И счастливы Так вот Нет же Надо бы нам было Впрочем Пред словами Ничего не возьмешь Нужно действовать Субтитры создавал DimaTorzok Разные Рассуждения Господина Галяткина Преимущественно О близнецах И о разных На свете Существующих Подлецах Каким образом Господин Галяткин Съедает Одиннадцать пирожков Растегайчиков Переписка И окончательное Решение Господина Галяткина Итак Почти решившись На что-то Господин Галяткин Вояв свою квартиру Немало Немедля Схватился За трубку И насасывая Ее Из всех сил Раскидывая Клочья дыма Направо И налево Начал В чрезвычайном Волнении Бегать взад И вперед По комнате Между тем Петрушка Стал собирать На стол Наконец Господин Галяткин Решился Совсем Вдруг Бросил трубку Накинул На себя Шинель Сказал Что дома Обедать не будет И выбежал Вон Из квартиры На лестнице Нагнал его Запыхавшись Петрушка Держа в руках Забытую им Шляпу Господин Галяткин Взял шляпу Хотел было Мимоходом Маленько Оправдаться В глазах Петрушки Чтоб не подумал Чего Петрушка Особенного Что вот Дескать Такое-то Обстоятельство Что вот Шляпу позабыл И т.д. Но так как Петрушка И глядеть не хотел И тотчас Ушел То и господин Галяткин Без дальнейших Объяснений Надел свою шляпу Сбежал с лестницы И приговаривая Что все Может быть К лучшему будет И что Дело устроится Как-нибудь Хотя чувствовал Между прочим Даже у себя В пятках Озноб Вышел на улицу Нанял Извозчика И полетел К Андрею Филипповичу Впрочем Да Оно наконец Действительно Мизерное Плевое То есть Почти Плевое Дело Недавние Неприятности О которых Господин Галяткин Едва не позабыл За делами И контр С Андреем Филипповичем Тут же Пришли ему На память Но уж Нельзя Принимать Оно 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 Конечно Конечно Лучше бы было Кабы не было Ничего Этого Умилительного И близнецов Никаких тоже Бы не было Господи Бог мой Эк ведь Черт Заварили Кашу Какую Вот Таким-то Образом Рассуждая И сетуя Бежал Господин Галяткин Не разбирая Дороги И сам Почти Не зная Куда Очнулся Он На Невском Проспекте Осмотревшись И заметив Что находится Именно Возле Того Ресторана В котором Отдыхал Приготовляясь К званому Обеду У Алсуфьи Ивановича Герой наш Почувствовал Вдруг Щипки И щелчки По желудку Вспомнил Что не обедал Званого же Обеда Не предстояло Нигде И потому Дорогого Своего времени Не теряя Вбежал он Наверх По лестнице В ресторан Перехватить Что-нибудь Поскорее И как можно Торопясь Не замешкать В ярко освещенной Комнате У прилавка На котором Лежала Разнообразная Груда Всего того Что потребляется На закуску Людьми Непорядочными Стояла Довольно Густая Толпа Посетителей Конторщик Едва Успевал Наливать Отпускать Сдавать И принимать Деньги Господин Галяткин Подождал Своей очереди И выждав Скромно Протянул Свою руку К пирожку Растягачику Отойдя В уголок Обратясь Спиной К присутствующим И закусив С аппетитом Он воротился К конторщику Поставил На стол Блюдечко Зная Цену Вынул Десять копеек Серебром И положил На прилавок Монетку Ловя взгляды Конторщика Чтобы указать ему Что вот Дескать Монетка Лежит Один Растягайчик И т.д. С вас Рубль Десять копеек Процедил Сквозь зубы Конторщик Господин Галяткин Порядочно Изумился Вы Мне говорите Я Я Я Кажется Взял Один пирожок Одиннадцать Взяли С уверенностью Возразил Конторщик Вы Сколько Мне кажется Вы кажется Ошибаетесь Я право Кажется Взял Один пирожок Я считал Вы взяли Одиннадцать штук Когда взяли Так нужно платить У нас Даром Ничего не дают Господин Галяткин Был Ошеломлен Что же это Колдовство Что Какое Надо мной Совершается Подумал он Вдруг Как будто Что-то Кольнуло Господина Галяткина Он Поднял Глаза И Разом Понял Загадку Понял Все Колдовство Разом Разрешились Все затруднения В дверях В соседнюю комнату Почти прямо За спиной У конторщика И лицом Господину Галяткину В дверях Которые Между прочим Герой наш Принимал До сели за зеркало Стоял один Человечек Стоял он Стоял сам Господин Галяткин Не старый Господин Галяткин Не герой Нашей повести А другой Господин Галяткин Новый Господин Галяткин Другой Господин Галяткин Находился По-видимому В превосходном Расположении Духа Он улыбался Господину Галяткину Первому Кивал ему Головою Подвигивал Глазками Семенил Немного Ногами И глядел Так что Чуть что Так он И Стушуется Так он И в соседнюю Комнату А там Пожалуй Задним ходом Да и того И все Преследования Останутся Тщетными В руках Его был Последний Кусок Десятого Растягая Который Он в глазах Господина Галяткина Отправил В свой Рот Чмокнув От удовольствия Подменил Подлец Подумал Господин Галяткин Не постыдился Публичности Видит ли Его Кажется Не замечает Никто Господин Галяткин Бросил Рубль Серебром Так Как будто Об него Все пальцы Обжег И не замечая Значительно Наглой Улыбки Конторщика Улыбки Торжества И спокойного Могущества Выдрался Из толпы И бросился Вон Без оглядки Спасибо Что даже Слезы Трубки Хотя Не Без Силы Твердости Обижаться Ему Тут Кажется Нечем К тому Я В своем Праве Подумал Господин Моих В практической Жизни Выступает Даже За пределы Требуемые Одною Лишь Вежливостью И простым Общежитием Недалеко Ли я Захожу Подумал Господин Галяткин Немного Ли будет Не слишком Ли это Обидчиво Ну да Ничего Нужно Показать Ему Твердость Характера Впрочем Ему Можно Для смягчения Этак Польстить И Подмаслить В конце А вот Мы Посмотрим Но Не Стал Бы Я Милостивый Государь Мой Утомлять Вас Письмом Моим Если Бы Не Был Твердо Уверен Что Благородство Сердечных Чувств Примодушный Характер Ваш Укажут Вам Самому Средство Поправить Все Упущения И Восстановить Все По-прежнему В полной Надежде Я Смею Оставаться Уверенным Что Вы Не Примете Письма Моего В обидную Для вас Сторону А вместе С тем И не Откажетесь Объясниться Нарочито По этому Случаю Письменно Через Посредство Моего Человека В ожидании Честь Имею Прибыть Милостивый Государь Покорнейшим Вашим Слугою Я Дочка Галяткина Перечитав Последний раз Письмо Господин Галяткин Сложил его Запечатал И позвал Петрушку Петрушка Явился По обыкновению Своему Заспанными Глазами И на что-то Крайне Сердитый Ты Братец Вот Возьмешь Это письмо Понимаешь Петрушка Молчал Возьмешь Его И отнесешь В департамент Там Отыщешь Дежурного Губернского Секретаря Вахромеева И скажешь Ему Что дескать Вот так И так Дескать Барин Приказал Вам Кланяться И покорнейше Попросить Вас справиться В адресной Нашего ведомства Книги Где дескать Живет Титулярный Советник Галяткин Петрушка Промолчал И как Показалось Господину Галяткину Улыбнулся Ну так Вот Ты Петр Спросишь У них Адрес И узнаешь Где дескать Живет Новопоступивший Чиновник Галяткин Слушаю Спросишь Адрес И отнесешь По этому адресу Это письмо Понимаешь Понимаю Если там Вот куда Ты письмо Отнесешь Тот господин Кому письмо Это дашь Галяткин Чего смеешься Болван Да чего Не смеяться Что мне Я Ничего Нечего Нашему Брата Смеяться Ну ступай Послать Нельзя Никуда Эка Беда Ведь какая Эка Ведь Беда Далела Какая Чувствуя Таким образом Вполне Беду Свою Герой Наш Решился На пассивную Двухчасовую роль В ожидании Петрушки Наконец Агония Пассивного Состояния Его возросла До последнего Градуса И господин Галяткин Решился принять Одну меру Петрушка Придет еще Через час Думал он Можно ключ Отдать дворнику А сам я Пока Итого Исследую Дело По своей части Исследую Дело Господин Галяткин Пустился Пешком Сперва К Измайловскому Мосту В ходьбе Прошлось Полчаса Дойдя До цели Своего путешествия Он вошел Прямо Во двор Своего Знакомого Дома И взглянул На окна Квартиры Статского Советника Бериндеева Кроме Трех Завешенных Красными Гординами Окон Остальные Все Были темны У Алсуфия Ивановича Сегодня верно Нет гостей Подумал Господин Галяткин Они верно Все Одни Теперь Дома Сидят Нет И сюда Мне нужно Было Идти Что же Я буду Здесь Делать А вот Я лучше Теперь Того И Собственно Лично Исследую Дело Время Это Я мое Дорогое Только Даром Теряю Время Это Я мое Только Так Потерял Сделал Я чистую Глупость Что вышел Эх Право Комиссия Искренно Сознавшись Таким образом Что сделал Чистую Глупость Герой наш Побежал Обратно К себе В шестилавочную Добежал Добежал Он Устал Измученный Еще От Дворника Узнал Он Что Петрушка И не Думал Являться Господин Галяткин Отпер Квартиру Свою Достал Огня Разделся Совсем Выкурил Трубку И Истощенный Усталый Разбитый Голодный Прилег На диван В ожидании Петрушки Свеча Нагорала Тускло Свет Трепетал На стенах Господин Галяткин Глядел Глядел Думал Думал Да и Заснул Наконец Как Убитый Проснулся Он Уже Поздно Свеча Совсем Почти Догорела Дымилась И готова Была Тотчас Совершенно Потухнуть Господин Галяткин Вскочил Встрепенулся И вспомнил Все Решительно Все За перегородкой Раздавался Густой Храп Петрушки Господин Галяткин Бросился К окну Нигде Ни огонька Отворил Форточку Тихо Город Словно Вымер Спит Стало Быть Часа Два Или Три Так и Есть Часы за перегородкой Понатужились И пробили Два Господин Галяткин Бросился За перегородку После Получасовых Усилий Господин Галяткин Успел Однако же Расшевелить Совершенно Своего Служителя И вытащить Его Из-за Перегородки Тут Только Увидел Герой Наш Что Петрушка Был Как говорится Мертвецки Пьян И едва На ногах Держался Бездельник Ты Этакой Закричал Господин Галяткин Разбойник Ты Этакой Голову Ты Срезал С меня Господи Куда же ты Он письмо Сбыл С рук Но ты Куда же ты Письмо Дел Разбойник Ты Этакой Кому же ты Отдал Его Никому Я не Отдавал Никакого Письма И не Было У меня Никакого Письма Вот Как Господин Галяткин Ломал руки С отчаяния Слушай Ты Петр Ты Ты послушай Ты слушай Меня Слушай Скажи же ты мне Петруша Теперь Безутайки Откровенно Как другу Ну Был ты У чиновника Вахромеева И адрес Он дал тебе И адрес Дал Тоже И Адрес Дал Хороший Чиновник И барин твой Говорит Хороший Человек И ты Говорит Тоже Хороший Человек Петруша Вот Ах ты Господи Боже Мой Адрес Адрес Иуда Ты Этак Последние Слова Господин Галяткин Проговорил Почти Шепотом И адрес И адрес Дал Дал Ну Где же Живет Он Галяткин Чиновник Галяткин Титулярный Советник А Галяткин Будет тебе Говорит В шестилавочной Улице Вот Как пойдешь Говорит Шестилавочная Так направо На лестницу Четвертый Этаж Вот Тут тебе Говорит И будет Галяткин Мошенник Ты Этак Закричал Наконец Вышедший Из терпения Герой Наш Разбойник Ты Этак Да Это Ведь Я Это Ты Про Меня Говоришь А то Другой Есть Галяткин Я про Другого Говорю Мошенник Ты Этак Ну Как хотите Что мне Вы Как хотите Вот А письмо То Письмо Какое письмо И не было Никакого письма И Не видал я Никакого письма Слушай Ты Разбойник Ты Этак Начал Господин Галяткин Задыхаясь Теряясь От бешенства Что Ты Сделал Со мной Иуда Ты Этак Но Теперь Как хотите Что Мне Сказал Решительным Тоном Петрушка Ретируясь За перегородку Пошел Сюда Пошел Сюда Разбойник Ты Этак И Не пойду Я К вам Теперь Совсем Не пойду Что Мне Я К добрым Людям Пойду А Добрые Люди Живут По честности Добрые Люди Без Фальши Живут И Подвое Никогда Не бывает У Господина Галяткина И Руки И Ноги Оледенели И Дух Занялся Да Продолжал Петрушка Их Подвое Никогда Не бывает Бога И Честных Людей Не Обижают Не Жив Не Мертв Был Господин Галяткин Поведение Петрушки Намеки Его Весьма Странные Хотя И Отдаленные На Которые Сердиться Следственно Нечего Было Тем Более Что Пьяный Человек Говорил И Наконец Весь Злокачественный Оборот Принимаемый Делом Все Это Потрясло До Основания Галяткина Господи Боже Мой Я То Самоубийца Я Этакой Так Говорил Господин Галяткин Сидя На диване Своем И Не Смея Пошевелиться От Страха Галяткин Галяткин Часть Седьмая Развращенный Человек Занимает Место Господина Галяткина В практической Жизни О том Как Окончил Свои Интриги И На что Окончательно Решился Господин Галяткин Вообще Можно сказать Что происшествия Вчерашнего дня До основания Потрясли Господина Галяткина Почевал Наш герой Весьма Нехорошо То есть Никак Не мог Даже на пять Минут Заснуть Совершенно Словно Проказник Какой-нибудь Насыпал ему Резаной щетиной В постель Всю ночь Провел В каком-то Полусне Полубдении Переворачиваясь Со стороны На сторону Сбоку На бок Охая Кряхтя На минуту На минуту На минуту Засыпая Через минуту Опять Просыпаясь И все это Сопровождалось Какой-то Странной Тоской Неясными Воспоминаниями Безобразными Ведениями Одним словом Всем Что только Можно найти Неприятного Что грезилось Господину Галяткину Что находится Он В одной Прекрасной Компании Известной Своим Остроумием И благородным Тоном Всех Лиц Ее Составляющих Что Господин Галяткин В свою Очередь Отличился В отношении Любезности И остроумия Что все Его полюбили Даже Некоторые Из врагов Его Бывших Тут же Его Полюбили Что Очень Приятно Было Господину Галяткину Что Все Ему Отдали Первенство И что Наконец Сам Господин Галяткин С приятностью Подслушал Как Хозяин Тут же Отведя В сторону Коль-кого Из гостей Похвалил Господина Галяткина И Вдруг Ни с того Ни с сего Опять Явилась Известная Своей Неблагонамеренностью Изверскими Побуждениями Лицо В виде Господина Галяткина Младшего И тут же Сразу В один Миг Одним Появлением Своим Галяткин Младший Разрушал Все Торжество И Славу Господина Галяткина Старшего Затмил Собою Галяткина Старшего Втопдал В грязь Галяткина Старшего И Наконец Ясно Доказал Что Галяткин Старший И вместе С тем Настоящий Вовсе Не настоящий А поддельный А что Он Настоящий Что Наконец Галяткин Старший Вовсе Не то Чем он Кажется А такой-то И сякой-то И следовательно Не должен И не имеет Права Принадлежать К обществу Людей Благонамеренных И хорошего Тона И все Это До того Быстро Сделалось Что Господин Галяткин Старший И рта Раскрыть Не успел Как уже Все И душою И телом Принялись Безобразному И поддельному Господину Галяткину И с Глубочайшим Призрением Отвергли Его Настоящий И невинного Господина Галяткина И главное Все это Делалось Мигом Быстрота Хода Подозрительного И бесполезного Господина Галяткина Была Удивительная Чуть Успеет Например Полизаться С одним Заслужить Благорасположение Его И глазком Не мигнешь Как уж Он у другого Полижется Полижется С другим В тихомолочку Сорвет улыбочку Благоволение Легнет С своей Коротенькой Кругленькой Довольно Впрочем Дубоватенькой Ножкой И вот уж И с третьим И куртизанит Уж третьего С ним тоже Лишится По-приятельски Рта раскрыть Не успеваешь В изумлении Не успеешь Прийти А он уж У четвертого И с четвертым Уже на тех же Кондициях Ужас Колдовство Да и только И все Рады ему И все Любят его И все Превозносят Его И все Провозглашают Хором Что любезность И сатирическое Ума его направление Не в пример Лучшей любезности И сатирического Направления Настоящего Господина Галяткина И стыдят Этим Настоящего И невинного Господина Галяткина И отвергают Правдолюбивого Господина Галяткина И уже Гонят в толчки Благонамеренного Господина Галяткина И уже Сыплют Щелчки В известного Любовью К ближнему Настоящего Господина Галяткина Цепенее и леденее от ужаса просыпался герой наш И цепенее и леденее от ужаса чувствовал Что и наяву едва ли веселее проводится время Тяжело, мучительно было Тоска подходила такая, как будто кто сердце выедал из груди Наконец, господин Галяткин не мог доле вытерпеть Не будет же этого! Закричал он с решимостью, приподнимаясь с постели И вслед за этим восклицанием совершенно очнулся День, по-видимому, уже давно начался В комнате было как-то не пообыкновенному светло Солнечные лучи густо процеживались Сквозь заиндивевшие от мороза стекла И обильно рассыпались по комнате Что немало удивило господина Галяткина Ибо разве только в полдень заглядывало к нему солнце своим чередом? Прежде же таких исключений в течение небесного светила Сколько, по крайней мере, господин Галяткин сам мог припомнить Почти никогда не бывало Только что успел подивиться на это герой наш Как зажужжали за перегородкой стенные часы И таким образом совершенно приготовились бить А, вот, подумал господин Галяткин И с тоскливым ожиданием приготовился слушать Но к совершенному и окончательному поражению господина Галяткина Часы его понатужились и ударили всего один раз Это что за история? Вскричал наш герой, вскакивая совсем из постели Тут господин Галяткин с ужасом вспомнил Что уже второй час пополудни Кое-как он оделся, схватил бумагу, перо И настрочил следующее послание Милостивый государь мой, Яков Петрович Либо вы, либо я А вместе нам невозможно И потому объявляю вам Что странное, смешное и вместе Невозможное желание ваше казаться моим близнецом И выдавать себя за такового Послужит ничему иному Как к совершенному вашему бесчестию и поражению И потому прошу вас Ради собственной же выгоды вашей посторониться И дать путь людям истинно благородным И с целями благонамеренными В противном же случае готов решиться Даже на самые крайние меры Кладу перо и ожидай Впрочем, пребываю готовым на услуги И на пистолеты Я Точка Галяткин Энергически потер себе руки герой наш Когда кончил записку Затем, натянув шинель и надев шляпу Пустился в департамент Когда господин Галяткин вошел в свое отделение Были уже полные сумерки Зная приличие и чувствуя в настоящее время Какую-то особенную надобность Приобресть и найти Господин Галяткин немедленно подошел Кое-кому С кем ладил получше Чтобы пожелать доброго дня И т.д. Но как-то странно ответили сослуживцы На приветствие господина Галяткина Неприятно был он поражен Какой-то всеобщей холодностью Сухостью, даже можно сказать Какой-то строгостью приема Руки ему не дал никто Все они смотрели на него С каким-то оскорбительным любопытством Знак был дурной Господин Галяткин чувствовал это И благоразумно Приготовился с своей стороны Ничего не заметить Вдруг одно Совершенно неожиданное обстоятельство Совсем, как говорится, доконало И уничтожило господина Галяткина В кучке молодых Окружавших его сослуживцев Вдруг и словно нарочно В самую тоскливую минуту Для господина Галяткина Появился господин Галяткин младший Веселый повсегдашнему С улыбочкой повсегдашнему Вертлявый тоже повсегдашнему Одним словом шалун Прыгун, лизун, хохотун Легок на язычок и на ножку Как и всегда, как прежде Точно так, как и вчера Например, в одну весьма неприятную минутку Для господина Галяткина старшего Напрыгавшись досыта Покончив со всяким по-своему Обделав их всех в свою пользу Нужно ли, не нужно ли было Налезавшись в слазь с ними Со всеми Господин Галяткин младший Вдруг и, вероятно, ошибкой Еще не успев заметить до сих пор Своего старейшего друга Протянул руку и господину Галяткину Старшему Вероятно, тоже ошибкой Хотя, впрочем, и успев совершенно Заметить неблагородного господина Галяткина младшего Тотчас жадно схватил наш герой Простертую ему так неожиданно Руху И пожал ее самым крепким Самым дружеским образом Пожал ее с каким-то странным Совсем неожиданным внутренним движением С каким-то слезящимся чувством Был ли обманут герой наш Первым движением Неблагопристойного врага своего Или так не нашелся Или почувствовал И сознал в глубине души своей Всю степень своей беззащитности Трудно сказать Факт тот, что господин Галяткин старший В здравом виде По собственной воле своей И при свидетелях Торжественно пожал руку того Кого называл смертельным врагом своим Но каково же было изумление Иступление и бешенство Каков же был ужас И стыд господина Галяткина старшего Когда неприятель и смертельный враг его Неблагородный господин Галяткин младший Заметив ошибку преследуемого Невинного и вероломно обманутого им человека Без всякого стыда Без чувств Без сострадания и совести Вдруг с нестерпимым Нахальством и грубостью Вырвал свою руку Из руки господина Галяткина старшего Мало того Стряхнул свою руку Как будто замарал ее через стол В чем-то совсем нехорошем Мало того Плюнул на сторону Сопровождая все это Самым оскорбительным жестом Мало того Вынул платок свой И тут же самым бесчиннейшим образом Вытер им все пальцы свои Побывавшие на минутку В руке господина Галяткина старшего Это наш русский фаблаз Господа Позвольте вам рекомендовать Назового фаблаза Запищал господин Галяткин младший Со свойственной ему наглостью Семеняя и вьюня между чиновниками И указывая им на оцепеневшего И вместе с тем Иступленного Настоящего господина Галяткина Поцелуемся, душка Продолжал он с нестерпимой Фамильярностью Подвигаясь к предательски Оскорбленному им человеку С пылающим взором С бледным лицом С неподвижной улыбкой Выбрался он кое-как из толпы И неровными Учащенными шагами Направил свой путь Прямо К кабинету его превосходительства В предпоследней комнате Встретился с ним только что Выходивший от его превосходительства Андрей Филиппович Прямо Решительно Смело Почти сам себе удивляясь И внутренно себя засмелось Похваливая Абордировал он Не теряя времени Андрея Филипповича Порядочно изумленного Таким нечаянным нападением А что вы Что вам угодно Спросил начальник отделения Не слушая запнувшегося На чем-то господина Галяткина Андрей Филиппович Я могу ли я Андрей Филиппович Иметь теперь тотчас же И глаз на глаз Разговор с его превосходительством Речисто и отчетливо Проговорил наш герой Устремив самый решительный взгляд На Андрея Филипповича Что-с? Конечно нет-с! Андрей Филиппович с ног до головы Обмерил взглядом своим Господин господина Галяткина Я, Андрей Филиппович Все это к тому Говорю, что удивляюсь Как никто здесь не обличит Самозванца и подлеца Что-с? Подлеца! Андрей Филиппович! О ком же это угодно Таким образом относиться? О безвестном лице Андрей Филиппович Я, Андрей Филиппович На известное лицо намекаю Я в своем праве Я думаю, Андрей Филиппович Что начальство Должно было бы Поощрять подобные движения Прибавил господин Галяткин Очевидно, не помня себя Тут голос господина Галяткина Задрожал Лицо его раскраснелось И две слезы набежали На обеих ресницах Андрей Филиппович Слушая господина Галяткина До того удивился Что как-то невольно Отшатнулся шага на два Назад Потом С беспокойством Осмотрелся кругом Трудно сказать Чем бы окончилось дело Но вдруг Двери с кабинета Его превосходительство Творилось И он сам вышел В сопровождении Некоторых чиновников За ним потянулись Все, кто не был в комнате Его превосходительство Подозвал Андрей Филиппович И пошел с ним рядом Заведя разговор О каких-то делах Когда все тронулись И пошли вон Из комнаты Опомнился и господин Галяткин Присмирев Приютился он Под крылышко Антона Антоновича Сеточкина Надеюсь Что По крайней мере Вы Антон Антонович Согласитесь Послушать меня И вникнуть В мои обстоятельства Проговорил он тихо И еще немного Дрожащим От волнения голосом Отверженный Всеми Обращаюсь я К вам Недоумеваю До сих пор Что значили слова Андрея Филипповича Антон Антонович Объясните мне Их Если можно Своевременно Все объяснится Строго и с расстановкой Отвечал Антон Антонович Узнайте В скором времени Все Сегодня же Форменно Обо всем Известитесь Что же такое Форменно Антон Антонович Почему же так Именно Форменно Робко спросил Наш герой Не нам с вами Рассуждать Яков Петрович Как начальство Решает Позвольте Ради Бога Еще на минутку Антон Антонович После Расскажетесь Нет Антон Антонович Я Видитесь Прислушайте Только Антон Антонович Я совсем не Вольнодумство Антон Антонович Я бегу Вольнодумство Я совершенно готов С своей стороны И даже пропускал Ту идею Хорошо Хорошо Я уж слышал Нет Этого вы не слыхали Антон Антонович Это другое Антон Антонович Это хорошо Право Хорошо И приятно слышать Поддержите меня Антон Антонович Заступитесь за меня Антон Антонович Я ничего Антон Антонович Ради Бога Еще одно словечко Антон Антонович Но уже Антон Антонович был далеко от господина Галяткина. Герой же наш не знал, где стоял, что слышал, что делал, что с ним сделалось и что еще будут делать с ним. Так смутило его и потрясло все им слышанное и все с ним случившееся. Умоляющим взором отыскивал он в толпе чиновников Антона Антоновича, чтобы еще более оправдаться в глазах его и сказать ему что-нибудь крайне благонамеренное и весьма благородное и приятное относительно себя самого. В эту минуту кто-то толкнул совершенно сбившегося героя нашего под бок. Он оглянулся, перед ним стоял посыльный Писаренко. Письмос, ваше благородие. А, ты уже сходил, милый мой? Нет, это еще утром в десять часов сюда принеслись. Сергей Михеев, сторож принес с квартиры губернского секретаря в Ахромеево. Хорошо, мой друг, хорошо. А я тебя поблагодарю, милый мой. Сказав это, господин Галяткин спрятал письмо в боковой карман своего бицмундира и застегнул его на все пуговицы. Потом осмотрелся кругом и к удивлению своему заметил, что уже находится в синях департаментских, в кучке чиновников, столпившихся к выходу, ибо кончилось присутствие. Господин Галяткин не только не замечал до сих пор этого последнего обстоятельства, но даже не заметил и не помнил того, каким образом он вдруг очутился в шинели, в калошах и держал свою шляпу в руках. Все чиновники стояли неподвижно и в почтительном ожидании. Дело в том, что его превосходительство остановился внизу лестницы в ожидании своего почему-то замешкавшегося экипажа и вел весьма интересный разговор с двумя советниками и с Андреем Филипповичем. Столпившиеся наверху лестницы чиновники тоже улыбались и ждали, пока местного его превосходительства опять засмеются. Но всех более, по-видимому, был рад и чувствовал удовольствие недостойный и неблагородный враг господина Галяткина. Он в этом мгновении даже позабыл всех чиновников, даже оставил вьюнить и семенить между ними по своему подлинненькому обыкновению, даже позабыл, пользуясь случаем, подлизаться к кому-нибудь в этом мгновении. Он обратился весь в слух и зрение, как-то странно сидержился, вероятно, чтобы удобнее слушать, не спуская глаз его превосходительства и изредка только подергивало его руки, ноги и голову, какими-то едва заметными судорогами, обличавшими все внутренние сокровенные движения души его. Ишь его разбирает, подумал герой наш. В хвори там смотрит. Мошенник. Желал бы я узнать, чем он именно берет в обществе высокого тона. Желал бы я еще узнать, что именно такое он всем им нашептывает, какие тайны у него со всем этим народом заводится, и про какие секреты они говорят, Господи, Боже! В беспокойстве свое, в тоске и смущении, чувствуя, что так оставаться нельзя, что наступает минута решительная, что нужно же с кем-нибудь объясниться, герой наш стал было понемножку подвигаться к тому месту, где стоял недостойный и загадочный приятель его. Но в самое это время у подъезда загремел давно ожидаемый экипаж его превосходительства. Федосеич рванул дверь и, согнувшись в три дуги, пропустил его превосходительство мимо себя. Все, ожидавшие разом, хлынули к выходу и оттеснили на мгновение господина Галяткина-старшего от господина Галяткина-младшего. Не уйдешь, говорил наш герой, прорываясь сквозь толпу и не спуская глаз с кого следовало. Наконец толпа раздалась, герой наш почувствовал себя на свободе и ринулся в погоню за своим неприятелем. Редактор субтитров А.Семкин Галяткина-старшего Часть восьмая О том, каким образом выразилась крайняя степень бездравственности господина Галяткина-младшего Последний удар господину Галяткину Господин Галяткин Господин Галяткин Вы меня описали, с своей стороны я готов, Яков Петрович, угодно мы с вами, Яков Петрович, вот тотчас зайдём и там от чистого сердца, как справедливо сказали вы, тотчас и языком прямым, благородным, вот в эту кофейню, тогда всё само собой объяснится, вот как, Яков Петрович, тогда непременно всё само собой объяснится. в кофейную-с. Хорошо-с, я не прочь, зайдем в кофейную, я с одним только условием, радость моя с единым условием, что там все само собой объяснится. Отдаленная от больших улиц кофейная, куда вошли оба господина Галяткина, была бы эту минуту совершенно пуста. Довольно толстая немка появилась у прилавка, едва только заслышался звон колокольчика. Господин Галяткин и достойный неприятель его прошли во вторую комнату, где дутловатый и острижный под гребенку мальчишка возился с вязанкой щепок около печки. По требованию господина Галяткина-младшего подан был шоколад. Ну-с, какого-то вы теперь пожеваете, Яков Петрович? Одно только могу сказать я вам, Яков Петрович, врагом вашим я никогда не бывал. Да-с, но вы сами знаете, Яков Петрович, отвечал господин Галяткин-младший, фальшиво изображая собой грустного, полного раскаяния и сожаления достойного человека. Сами вы знаете, время наше тяжелое. Я на вас пошлюсь. Яков Петрович, человек вы умный и справедливо рассудите. Жизнь не игрушка. Сами вы знаете, Яков Петрович, многозначительно заключил господин Галяткин-младший, прикидываясь таким образом умным и ученым человеком, который может рассуждать о высоких предметах. Со своей стороны, Яков Петрович, с одушевлением отвечал наш герой, со своей стороны, презирая окольным путем и говоря смело и откровенно, говоря языком прямым, благородным и поставив все дело на благородную доску, скажу вам, могу открыто и благородно утверждать, Яков Петрович, что я чист, совершенный, что сами вы знаете, Яков Петрович, обоюдное заблуждение, все может быть, суд света, мнение раболепной толпы. Сами вы знаете, вы человек умный, а сверх того благородный, без стыда, без ложного стыда готов в этом сознаться. В письме вашем вы, впрочем, не то написали. Яков Петрович, я заблуждался. Ясно вижу теперь, что заблуждался и в этом несчастном письме моем. Яков Петрович, мне совестно смотреть на вас. Яков Петрович, вы не поверите. Дайте мне это письмо, чтобы разорвать его в ваших же глазах. Яков Петрович, если уж этого никак невозможно, то умоляю вас читать его наоборот, совсем наоборот, то есть нарочно, с намерением дружеским, давая обратный смысл всем словам, письма моего. Я заблуждался. Простите меня, Яков Петрович, я совсем, я горестно заблуждался, Яков Петрович. Вы говорите... Я говорю, что я совсем заблуждался, Яков Петрович, и что с моей стороны я совершенно без ложного стыда. А, ну хорошо, это очень хорошо, что вы заблуждались, грубо отвечал господин Галяткин-младший. У меня, Яков Петрович, даже идея была, прибавил благородным образом откровенный герой наш, совершенно не замечая ужасного вероломства своего ложного друга. У меня даже идея была, что, дескать, вот, создались два совершенно подобные... А-а-а, это ваша идея. Тут, известный, свою бесполезностью, господин Галяткин-младший встал и схватился за шляпу. Все еще не замечая обмана, встал и господин Галяткин-старший, простодушный, благородно улыбаясь своему лжеприятелю, стараясь в невинности своей его приласкать, ободрить и завязать с ним таким образом новую дружбу. «Прощайте, ваше превосходительство!» — вскрикнул вдруг господин Галяткин-младший. Герой наш вздрогнул и единственное, чтоб только отвязаться, сунул в простертую ему руку безнравственного два пальца своей руки, но тут бесстыдство господина Галяткина-младшего превзошло все ступени. Схватив два пальца руки господина Галяткина-старшего и сначала пожав их, недостойный тут же, в глазах же господина Галяткина, решился повторить свою утреннюю бесстыдную шутку. Мера человеческого терпения была истощена. Господин Галяткин-старший опомнился и ринулся вслед за ним в соседнюю комнату, куда по скверной привычке своей тотчас же поспешил улизнуть непримиримый враг его. Как будто ни в одном глазу он стоял у прилавка, ел пирожки и приспокойно, как добродетельный человек, любезничал с немкой кондитершей. «При дамах нельзя!» — подумал герой наш и подошел тоже к прилавку, не помня себя от волнения. «Ай, действительно! Бобенка-то не дурна!» «Как вы думаете?» — снова начал свои неприличные выходки господин Галяткин-младший. Толстая же немка смотрела на обоих своих посетителей оловянно-бессмысленными глазами, очевидно, не понимая русского языка и приветливо улыбаясь. Герой наш вспыхнул, как огонь, от слов незнающего стыда господина Галяткина-младшего и не в силах владеть собою бросился, наконец, на него с очевидным намерением растерзать его и повершить с ним таким образом окончательно. Но господин Галяткин-младший по-подлому обыкновению своему уже был далеко. Он дал тягу, он уже был на крыльце. Само собой разумеется, что после первого мгновения столбняка, естественно, нашедшего на господина Галяткина-старшего, он опомнился и бросился со всех ног за обидчиком, который уже садился на поджидавшего его и, очевидно, во всем согласившегося с ним Ваньку. Но в это самое мгновение толстая немка, видя бегство двух посетителей, взвизгнула и позвонила, чтобы было силы, в свой колокольчик. Герой наш почти на лету обернулся назад, бросил ей деньги за себя из-за незаплатившего бесстыдного человека, не требуя сдачи, несмотря на то, что промешкал, все-таки успел, хотя опять на лету только подхватить своего неприятеля. Уцепившись за крыло трожек, всеми данными ему природой и средствами, герой наш несся некоторое время по улице, карабкаясь в экипаж, отстаиваемый изо всех сил господином Галяткиным младшим. Извозчик между теми кнутом и вожжой, и ногой, и словами понукал свою разбитую клячу, которая совсем неожиданно понеслась вскачь, закусив у дела, и легалась по скверной привычке своей задними ногами на каждом третьем шагу. Наконец, наш герой успел таки взмоститься на дрожке, лицом к своему неприятелю, спиной упираясь в извозчика, коленками в коленки бесстыдного, а правой рукой своей, всеми средствами вцепившись в весьма скверный меховой воротник шинели, развратного и ожесточеннейшего своего неприятеля. Враги неслись и некоторое время молчали. Погода была ужаснейшая. Снег валил хлопьями и всячески старался с своей стороны каким-нибудь образом залезть под распахнувшийся шинель настоящего господина Галяткина. Кругом было мутно и не видно низги. Трудно было отличить, куда и по каким улицам несутся они. Господину Галяткину показалось, что сбывается с ним что-то знакомое. Он старался припомнить, не предчувствовал ли он чего-нибудь вчера. Во сне, например, тоска его доросла до последней степени своей агонии. Налегши на беспощадного противника своего, он начал было кричать. Но крик его замирал у него на губах. Была минута, когда господин Галяткин все позабыл и решил, что все это совсем ничего. И что это так, только как-нибудь необъяснимым образом делается. И протестовать по этому случаю было бы лишним и совершенно потерянным делом. Но вдруг... Господин Галяткин, как куль муки, свалился с дрожек и покатился куда-то, совершенно справедливо сознаваясь, в минуту падения, что действительно и весьма не кстати погорячился. Вскочив, наконец, он увидел, что куда-то приехали. Дрожки стояли среди чего-то двора, и герой наш с первого взгляда заметил, что это двор того самого дома, в котором квартирует Алсуфий Иванович. В то же самое мгновение заметил он, что приятель его пробирается уже на крыльцо и, вероятно, к Алсуфью Ивановичу. В неописанной тоске своей бросился, было он догонять своего неприятеля, но, к счастью своему, благоразумно одумался вовремя. Не забыв расплатиться с извозчиком, бросился господин Галяткин на улицу и побежал, что есть мочи, куда глаза глядят. Снег валил по-прежнему хлопьями, по-прежнему было мутно, мокро и темно. Герой наш не шел, а летел, опрокидывая всех на дороге, мужиков и баб и детей, и сам, в свою очередь, отскакивая от баб, мужиков и детей, кругом, и вслед ему слышался пугливый говор, визг, крик, но господин Галяткин, казалось, был без памяти и внимания ни на что не хотел обратить, опомнился он, впрочем, уже у Семеновского моста, да и то, по тому только случаю, что успел как-то неловко задеть и опрокинуть двух баб с их каким-то походным товаром, а вместе с тем и сам помолиться. Это ничего, подумал господин Галяткин, все еще весьма может устроиться к лучшему. И тут же полез в свой карман, желая отделаться рублем серебра за просыпанные пряники, яблоки, горох и разные разности, вдруг новым светом озарила господина Галяткина. В кармане ощупал он письмо, переданное ему утром писарем. Вспомнив, между прочим, что есть у него недалеко знакомый трактир, забежал он в трактир, ни медля, ни минуты пристроился к столику, освещенному сальную свечою, и не обращая ни на что внимания, не слушая полового, явившегося за приказаниями, сломал печать и начал читать. Ниже следующее окончательно его поразившее. Благородный, за меня страдающий и навеки милый сердцу моему человек. Я страдаю, я погибаю, спаси меня. Клеветник, интригант и известный бесполезностью своего направления человек опутал меня сетями своими, и я погибла. Я пала, но он мне противен, а ты? Нас разлучали, мои письма к тебе перехватывали, и все это сделал безнравственный, воспользовавшись одним своим лучшим качеством, сходством с тобой. Во всяком же случае можно быть дурным собою, но пленять умом, сильным чувством и приятными манерами. Я погибаю, меня отдают насильно, и все более интригует здесь родитель, благодетель мой и статский советник Алсуфий Иванович, вероятно, желая занять мое место и мои отношения в обществе высокого тона. Но я решилась и протестую всеми данными мне природой и средствами. Жди меня с каретой своей сегодня ровно в девять часов у окон квартиры Алсуфий Ивановича. У нас опять бал и будет красивый поручик. Я выйду и мы полетим. Есть и другие служебные места, где еще можно приносить пользу Отечеству. Во всяком случае вспомни, мой друг, что невинность сильна уже своей невинностью. Прощай. Жди с каретой у подъезда. Брошусь под защиту объятий твоих ровно в два часа по полуночи. Твоя до гроба Клара Алсуфьевна. Прочтя письмо, герой наш остался на несколько минут как бы пораженный, очнувшись, заметил, что стоит посреди комнаты и почти неприличным, невежливым образом смотрит на одного весьма почтенной наружности старичка, который, пообедав и помолясь перед образом Богу, уселся опять и с своей стороны тоже не сводил глаз с господина Галяткина. Смутно оглянулся кругом наш герой и заметил, что все решительно все смотрят на него с видом самым зловещим и подозрительным. Вдруг один отставной военный с красным воротником громко потребовал полицейские ведомости. господин Галяткин вздрогнул и покраснел как-то нечаянно опустил он глаза в землю и увидел, что был в таком неприличном костюме, в котором и у себя дома ему быть нельзя не только в общественном месте. Сапоги, панталоны и весь левый бок его были совершенно в грязи. Штрипка на правой ноге оторвана, а фраг даже разорван во многих местах. В неистощимой тоске своей подошел наш герой к столу, за которым читал и увидел, что к нему подходит трактирный служитель с каким-то странным и дерзко настоятельным выражением в лице. Потерявшись и опав совершенно, герой наш начал рассматривать стол, за которым стоял теперь. На столе стояли неубранные тарелки, после чего-то обеда лежала замаранная салфетка и валялись только что бывшие в употреблении нож и вилка и ложка. Кто ж ты обедал? Неужели я? А все может быть. Пообедал? Да так и не заметил себе. Как же мне быть? Подняв глаза господин Галяткин увидел опять под для себя полового, который собирался ему что-то сказать. Сколько с меня братец? Спросил наш герой трепещущим голосом. Громкий смех раздался кругом господина Галяткина. Сам половой усмехнулся. Господин Галяткин понял, что и на этом срезался и сделал какую-то страшную глупость. Поняв все это. Он до того сконфузился, что принужден был повезти в карман за платком своим, вероятно, чтобы что-нибудь сделать. Так не стоять, но к неописанному своему и всех окружавших его изумлению вынул вместо платка склянку с каким-то лекарством дня четыре тому назад прописанным крестьянам Ивановичем. Медикаменты в той же аптеке. Медикаменты в той же аптеке. Пронеслось в голове господина Галяткина. Вдруг он вздрогнул и чуть не вскрикнул от ужаса. Новый свет проливался. Темная, красновато-отвратительная жидкость зловещим отцветом блеснула в глаза господину Галяткину. Пузырек выпал у него из рук и тут же разбился. Герой наш вскрикнул и отскочил шага на два назад от пролившейся жидкости. Он дрожал всеми членами и пот пробивался у него на висках и на лбу. Стала быть жизнь в опасности. Между тем в комнате произошло движение, смятение. Все окружали господина Галяткина. Все говорили господину Галяткину. Некоторые даже хватали господина Галяткина но герой наш был нем и недвижим не видя ничего не слыша ничего не чувствуя ничего. Наконец как будто с места сорвавшись бросился он вон из трактира растолкал всех и каждого из стремившихся удержать его почти без чувств упал на первые попавшиеся ему извозчичьи дрожки и полетел на квартиру. В сенях квартиры своей встретил он Михеева сторожа департаментского с казенным пакетом в руках. Знаю друг мой знаю все знаю отвечал слабым тоскливым голосом изнуренный герой наш это официально в пакете действительно было предписание господину Галяткину за подписью Андрея Филипповича сдать находившиеся у него на руках дела Ивану Семеновичу взяв пакет и дав сторожу гривенек господин Галяткин пришел в квартиру свою и увидел что Петрушка готовит и собирает в одну кучу весь свой дрязг и хлам все свои вещи очевидно намереваясь оставить господина Галяткина галяткин галяткин Субтитры подогнал «Симон» Господин Галяткин решается похитить Клару Алсу-Евну. Нечто об испанских серенадах и разных разностях, о том, что господин Галяткин так и не объяснился. Петрушка бросил недовязанный узел белья, подушек, одеяло, простынь и всякого дрязгу, что стал было вместе собирать и увязывать, и Стремглав бросился вон из комнаты. Господин Галяткин, между тем, схватился еще раз за письмо, но читать его не мог. Думать ни о чем он не мог, делать что-нибудь тоже не мог. Он и сам не знал, что с ним делается. Растворив двери в сене, он услышал внизу шум. «Несколько соседок болтали, кричали, судили, видели о чем-то». Господин Галяткин знал, о чем именно. Слышался голос Петрушки. Потом послышались чьи-то шаги. «Боже ты мой! Они сюда весь свет созовут!» – простонал господин Галяткин, ломая руки в отчаянии, бросаясь назад в свою комнату. Прибежав в комнату, он упал, почти не помня себя на диван, лицом в подушку. С минутку полежав таким образом, он вскочил, надел свои калоши, шляпу, шинель, захватил свой бумажник и побежал, стремглав с лестницей. «Ничего не нужно. Ничего, милый мой. Я сам. А между тем дело может быть и уладиться к лучшему», пробормотал господин Галяткин Петрушки, встретив его на лестнице. Потом выбежал на двор и вон из дому. Сердце его замирало. Он еще не решался. Как ему быть? Что ему делать? Как ему в настоящем и критическом случае поступить? Господи, Бог мой! И нужно же было быть всему этому. Нужно же было быть всему этому. Ведь вот не будь этого, вот именно этого так все бы уладилось. Разом, одним ударом, одним ловким, энергическим, твердым ударом уладилось бы. Палец даю на отсечение, что уладилось бы. Я бы тут и того, дескать, так и так, а мне, сударь мой, с позволения сказать, не туда, не сюда, дескать, дела так не делаются. Дескать, сударь вы мой, милостивый мой государь, дела так не делаются. И самозванством у нас не возьмешь, самозванец, сударь вы мой, человек того, бесполезный и пользы отечеству не приносящий. Понимаете ли вы это, дескать, понимаете ли вы это, милостивый мой государь? Да нет, впрочем, что же, оно вовсе ведь не того, совсем не того. Я-то что, вру? Дурак дураком. Я-то самоубийца, я этакой. Ну, дескать, самоубийца ты этакой. Совсем не того. Развращенный ты человек. Вот оно, как теперь делается. Ну, куда я денусь теперь? Ну, что я, например, буду делать теперь над собой? Ну, куда ты, примером сказать, годишься теперь, Галяткин ты, этакой, недостойный ты, этакой? Что теперь? Карету брать нужно. Возьми, дескать, да подай ей карету сюда. Дескать, ножки замочим, если кареты не будет. И вот кто бы подумать мог? А это барышня, а? Сударыня, вы моя. А это благонравного поведения девица. А это хваленая наша. Отличились, сударыня? Нечего сказать. Отличились. А это все происходит от безнравственности воспитания. А я, как теперь порассмотрел, да пораскусил это все, так и вижу, что это не от иного, чего происходит, как от безнравственности. Дескать, путьте в карете вот в таком-то часу перед окнами и романс чувствительный по-испански пропойте. Жду вас и знаю, что любите, и убежим с вами вместе, и будем жить в хижине. Да, наконец, оно и нельзя. Так оно и законами запрещено. Честную и неминную девицу из родительского дома увозить без согласия родителей. Ну, вышло бы там себе за кого следует. А я человек служащий. А я место мое могу потерять из-за этого. Я, сударыня, вы моя, под суд могу попасть. Я не могу, сударыня. Никак не могу. Ни за что не могу. А вы, меня, сударыня, на этот раз уж как-нибудь извините. Вы, сударыня, вы меня в напрасльную вводите. Тут сам от себя человек исчезает и самого себя не может сдержать. Какая тут свадьба? Господи, бог мой. Ну, где мне, например, здесь карету сыскать? Вон там на углу, кажется, что-то чернеется. Посмотрим. Господи, бог мой. Продолжал наш герой, направив слабые шаткие шаги свои в ту сторону, где увидел что-то похожее на карету. Нет. Я вот как сделаю. Отправлюсь. Поду к ногам. Если можно. Униженно буду. И спрашивать. Дескать, так и так. В ваши руки судьбу придаю. В руки начальства. Дескать, ваше превосходительство. Защитите и облагодетельствуйте человека. Так и так, дескать, вот то-то и то-то. Противозаконный поступок. Не погубите, принимая его за отца. А не оставьте амбицию. Чистите имя и фамилию. Спасите. И от злодея развращенного человека. Спасите. Ну что, мой милый. Извозчик. Извозчик. Карету, брат. На вечер. А далеко ли ехать, изволитесь? На вечер. На вечер. Куда бы ни пришлось, милый мой. Куда бы ни пришлось. Не что за город ехать, изволите. Да, мой друг. Может, из-за город. Я еще сам, наверное, не знаю, мой друг. Не могу тебе, наверное, сказать, милый мой. Оно видишь ли? Милый мой. Может быть, все и уладится к лучшему. Да уж. Известно, сударь. Конечно. Дай бог всякому. Да, мой друг. Да. Благодарю тебя, милый мой. Ну что ж ты возьмешь, милый мой? Садитесь. Позвольте. Вот я здесь оправлю маленько. Извольте садиться теперь. Куда ехать прикажете? К Измайловскому мосту, мой друг. Извольщик-кучер сгромоздился на козла и тронул было пару тощих кляч, которых на силу оторвал от корыта с сеном, к Измайловскому мосту. Но вдруг господин Галяткин дернул снурок, остановил карету и попросил умоляющим голосом поворотить назад не к Измайловскому мосту, а в одну другую улицу. Кучер поворотил в другую улицу, и через 10 минут новоприобретенный экипаж господина Галяткина остановился перед домом, в котором квартировал его превосходительство. Господин Галяткин вышел из кареты, попросил своего кучера убедительно подождать, и сам сбежал с замирающим сердцем вверх, во второй этаж. Дернул за снурок, дверь отворилась, и наш герой очутился в передней его превосходительства. Его превосходительство дома изволит быть? Спросил господин Галяткин, адресуясь таким образом к отворившему ему человеку. А вам чего-с? Спросил лакей, оглядывая с ног до головы господина Галяткина. А я мой друг того, Галяткин чиновник, титулярный советник Галяткин. Дескать, так и так объяснится. Обождите, нельзя-с. Друг мой, я не могу обождать. Мое дело важное, не терпящее отлагательства дела. Да вы от кого? Вы с бумагами? Нет, я мой друг, сам по себе. Доложи, мой друг, дескать, так и так объяснится, а я тебя поблагодарю, милый мой. Нельзя-с. Невельно принимать. У них гости-с. Пожалуйте, утром в десять часов-с. Доложите же, милый мой, мне нельзя, невозможно ждать. Вы, милый мой, за это ответите. Доступай, доложи. Что тебе, сапогов жаль, что ли? Проговорил другой лакей, развалившийся на залавке и до сих пор не сказавший ни слова. Сапогов топтать. Не велел принимать, знаешь. Ихняя череда по утрам. Язык, что ли, отвалится? Да, я-то доложу. Язык не отвалится. Не велел. Сказано, не велел. Войдите в комнату-то. Господин Галяткин вошел в первую комнату. На столе стояли часы. Он взглянул, половина девятого. Сердце у него заныло в груди. Он было уже хотел воротиться, но в эту самую минуту долговязый лакей, став на пороге следующей комнаты, громко провозгласил фамилию господина Галяткина. Эх, ведь горло, подумал в неописанной тоске наш герой. Ну, сказал бы ты того, дескать, так и так, покорнейше и смиренно пришел объясниться того, благоволить и принять. А теперь вот и дело испорчено. Вот и все мое дело на ветер пошло. Впрочем, да, но ничего. Рассуждать, впрочем, нечего было. Лакей воротился, сказал, пожалуйте. И ввел господина Галяткина в кабинет. Когда наш герой вошел, то почувствовал, что как будто ослеп, ибо решительно ничего не видел. Мелькнули, впрочем, две-три фигуры в глазах. Ну, да, это гость мелькнула у господина Галяткина в голове. Наконец, наш герой стал ясно отличать звезду на черном фраке его превосходительства. Потом, сохраняя постепенность, перешел к черному фраку, наконец, получил способность полного созерцания. Что-с? Проговорил знакомый голос над господином Галяткиным. Титулярный советник Галяткин, ваше превосходительство. Ну, пришел объясниться. Как? Что? Да уж так, дескать, так и так. Пришел объясниться, ваше превосходительство. Да вы, да кто вы такой? Господин Галяткин, ваше превосходительство, титулярный советник. Ну, так чего же вам нужно? Дескать, так и так. Принимаю его за отца. Сам отстраняюсь от дел. И от врага защитите. Вот как? Что такое? Известно? Что известно? Господин Галяткин молчал. Подбородок его начинало понемногу подергивать. Ну, я думал, рыцарское, ваше превосходительство, что здесь, дескать, рыцарское. И начальника за отца принимаю. Дескать, так и так. Защитите слезно, молю, ишь, что такие движения должны но по- 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 щя- щя-щя-щи-щи-щи-щи-щи-щи-щи-щи. Его превосходительство отвернулся. Герой наш несколько мгновений не мог ничего разглядеть своими глазами. Грудь его теснила, дух занимался. Он не знал, где стоял. Было как-то стыдно и грустно ему. Бог знает, что было после. Очнувшись, герой наш заметил, что его превосходительство говорит с своими гостями и как будто резко и сильно рассуждает с ними о чем-то. Одного из гостей господин Галяткин тотчас узнал. Это был Андрей Филиппович. Другого же нет. Впрочем, лицо было как будто тоже знакомое. Высокое, плотное, фигура лет пожилых, одаренная весьма густыми бровями и бакенбардами и выразительным резким взглядом. На шее незнакомца был орден, а во рту сигарка. Незнакомец курил и, не вынимая сигары изо рта, значительно кивал головою, взглядывая по временам на господина Галяткина. Господину Галяткину стало как-то неловко. Он отвел свои глаза в сторону и тут же увидел еще одного весьма странного гостя. В дверях, которые герой наш принимал доселе за зеркало, как некогда тоже случалось с ним, появился он. Известно кто. Весьма короткий, знакомый и друг господина Галяткина. Господин Галяткин-младший. Господин Галяткин-младший действительно находился до сих пор в другой маленькой комнатке и что-то спешно писал. Теперь, видно, понадобилось, и он явился с бумагами под мышкой. Подошел к его превосходительству и весьма ловко, в ожидании исключительного к своей особе внимания, успел втереться в разговор и совет, заняв свое место, немного поза спиной Андрея Филипповича и отчасти маскируясь незнакомцем, курящим сигарку. По-видимому, господин Галяткин-младший принимал крайнее участие в разговоре, который подслушивал теперь благородным образом, кивал головой, семенил ножками, улыбался, поминутно взглядывал на его превосходительство, как будто бы умолял взором, чтобы и ему тоже позволили ввернуть свои полсловечка. «Подолец!» подумал господин Галяткин и невольно ступил шаг вперед. В это время генерал оборотился и сам довольно нерешительно подошел к господину Галяткину. «Ну, хорошо, ступайте с Богом, я порассмотрю ваше дело, а вас велю проводить». Тут генерал взглянул на незнакомца с густыми бакенбардами. Тот в знак согласия кивнул головою. Господин Галяткин чувствовал и понимал ясно, что его принимают за что-то другое, а вовсе не так, как бы следовало. Так или этак? А, объясниться ведь нужно, подумал он. Так и так, дескать, ваше превосходительство. Тут господин Галяткин поднял глаза и увидел, что пора говорить, потому что дело весьма могло повернуться к худому концу. Герой наш ступил шаг вперед. Дескать, так и так, ваше превосходительство, сказал он. А самозванством в наш век не возьмешь. Генерал ничего не отвечал, а сильно позвонил за снурок колокольчика. Герой наш еще ступил шаг вперед. Он подлый и развращенный человек, ваше превосходительство, сказал наш герой, не помня себя, замирая от страха и при всем том смело и решительно указывая на недостойного близнеца своего семенившего в это мгновение около его превосходительства. Так и так, дескать, а я на известное лицо намекаю. Последовало всеобщее движение. Андрей Филиппович и незнакомая фигура закивали своими головами. Его превосходительство дергал в нетерпении из всех сил за снурок колокольчика дозываясь людей. Тут господин Галяткин-младший выступил вперед в свою очередь. Ваше превосходительство, униженно прошу позволения вашего говорить. В голосе господина Галяткина-младшего было что-то крайне решительное. Все в нем показывало, что он чувствует себя совершенно в праве своем. Позвольте спросить вас, начал он снова, предупреждая усердием своим ответ его превосходительства и обращаясь в этот раз к господину Галяткину. Позвольте спросить вас, в чьем присутствии вы так объясняетесь, перед кем вы стоите, в чьем кабинете находитесь? господин Галяткин-младший был весь в необыкновенном волнении, весь красный и пылающий от негодования и гнева, даже слезы в его глазах показались. Господа боссоврюковы, проревел во все горло лакей, появившись в дверях кабинета. Хорошая дворянская фамилия, выходцы из Малороссии, подумал господин Галяткин и тут же почувствовал, что кто-то весьма дружеским образом налег ему одной рукой на спину. Потом и другая рука налегла ему на спину. Подлый близнец господина Галяткина юлил впереди, показывая дорогу и герой наш ясно увидел, что его, кажется, направляют к большим дверям кабинета. Точь в точь, как у Алсуфия Ивановича, подумал он и очутился в передней. Оглянувшись, он увидел подле себя двух лакеев его превосходительства и одного близнеца. Шинель, 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 друга моего, шинель, моего лучшего друга, защебетал развратный человек, вырывая из рук одного человека шинель и набрасывая ее для подлой и неблагоприятной насмешки прямо на голову господину Галяткину. Выбиваясь из-под шинели своей, господин Галяткин старший ясно услышал смех двух лакеев, но не слушая ничего и не внимая ничему постороннему, он уже выходил из передней и очутился на освещенной лестнице. господин Галяткин младший за ним «Прощайте ваше превосходительство!» закричал он вслед господину Галяткину старшему «Подлец!» проговорил вне себя наш герой «Ну и подлец!» «Развратный человек!» «Ну и развратный человек!» отвечал таким образом достойному господину Галяткину недостойный неприятель его и по свойственной ему подлости глядел с высоты лестницы прямо и не смигнув глазом в глаза господину Галяткину как бы прося его продолжать. Герой наш плюнул от негодования и выбежал на крыльцо. Он был так убит что совершенно не помнил кто и как посадил его в карету. очнувшись увидел он что его везут по фонтанке «Стало быть к Измайловскому мосту подумал господин Галяткин тут господину Галяткину захотелось еще о чем-то подумать но нельзя было а было что-то такое ужасное чего и объяснить невозможно ну ничего заключил наш герой и поехал к Измайловскому мосту мосту господину я подогнал господин достойные сухов и м до 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 Часть десятая Совершенно неправдоподобной истории Казалось, что погода хотела перемениться к лучшему. Действительно, мокрый снег, валивший до селя целыми тучами, начал мало-помалу редеть, редеть, и, наконец, почти совсем перестал. Стало видно небо, и на нем там и сям заискрились звездочки. «Было только мокро, грязно, сыро и удушливо. Особенно для господина Галяткина, который без того уже едва дух переводил. Впрочем, это все еще ничего, покавец, прибавил крепкий и неунывающий духом герой наш. Попробовал было присесть на довольно толстый деревянный обрубок, валявшийся возле кучи дров на дворе Алсуфья Ивановича. Господин Галяткин стоял и выжидал уже целые два часа. Окна были сильно освещены, был какой-то торжественный съезд у Алсуфья Ивановича. Музыки, впрочем, еще не было слышно. Стало быть, это не бал, а так по какому-нибудь другому случаю съехались. Да сегодня ли, впрочем, не ошибка ли в числе? Может быть, все может быть. Тот герой наш похолодел окончательно и полез в свой карман за письмом, чтобы справиться. Письма, к удивлению его, не оказалось в кармане. Как же это? Где же это я оставил его? Стало быть, я его потерял? Этого еще не доставало. Ну, если оно в недобрые руки теперь попадет, да может, попало уже? Господи, что из этого вас последует? Будет такое, что уж... Ах ты, судьба, ты моя ненавистная. Со стоном и скрижаща зубами схватил он себя за горячую голову и начал думать о чем-то. Но мысли как-то ни о чем не вязались в его голове. Тоска была неестественная. Боже мой, подай мне твердость духом неисточимой глубине моих бедствий. Ах ты, Господи, Бог мой! Господи, Бог мой! Да о чем же это я теперь говорю? Вдруг господин Галяткин вздрогнул. Рыжая и взмокшая окончательно борода его кучера глянула к нему за дрова. Я сейчас, мой друг, я мой друг, знаешь, тотчас, я мой друг, тотчас же. Извозчику как будто стало жалко господина Галяткина. Да извольте, я подождусь. Мне что, долго ждать будете-с? Нет, мой друг, нет. Я уж, знаешь, того. Я уж не буду ждать, милый мой. Вот оно как. Так, господин Галяткин отдал все шесть рублей серебром извозчику и, серьезно решившись не терять более времени, то есть уйти по добру, по здорову, тем более, что уже окончательно решено было дело, и извозчик отпущен был, и, следовательно, ждать более нечего, пустился со двора, вышел за ворота, поворотил налево и без оглядки, задыхаясь и радуясь, пустился бежать. Оно, может быть, и все устроится к лучшему, а я вот таким-то образом беды и избежал. Ах, как бы устроилось к лучшему. Вот я и того. Нет, я лучше вот как и с другой стороны. Или лучше вот это мне сделать. Таким-то образом, сомневаясь, ища ключа и разрешения сомнений своих, герой наш добежал до Семеновского моста. А добежав до Семеновского моста, благоразумно и окончательно положил воротиться. Оно и лучше. Вот оно как. Вот оно таким-то образом и будет теперь. Положив воротиться, герой наш действительно воротился. Тем более, что по счастливой мысли своей ставил себя теперь лицом совсем посторонним. Оно же и лучше. И не отвечаешь ни за что. Да и увидишь, что следовало. Вот оно как. Успокоившись, забрался он опять под мирную сень своей успокоительной и охранительной кучи дров. И внимательно стал смотреть на окна. Вдруг во всех окнах разом обнаружилось какое-то странное движение. Замелькали фигуры, открылись занавесы. Целые группы людей толпились в окнах Алсуфи Ивановича. Все искали и выглядывали чего-то на дворе. Обеспеченный своей кучей дров, герой наш тоже, в свою очередь, с любопытством стал следить за всеобщим движением и с участием вытягивать направо и налево свою голову. Вдруг он оторопел, вздрогнул и едва не присел на месте от ужаса. Одним словом, он догадался вполне, что искали-то не что-нибудь и никого-нибудь. Искали просто его, господина Галяткина. Все смотрят в его сторону, все указывают в его сторону. Бежать было невозможно. Увидят, оторопевший господин Галяткин прижался как можно плотнее к дровам и тут только заметил, что предательская тень изменяла, что прикрывала она не всего его. В агонии своей он стал, наконец, решительно и прямо смотреть на все окна разом. Оно же и лучше. Вдруг с крыльца сбежал он. Известно кто. В одном мецмандире, без шляпы, запыхавшись, Юля, семеняя и подпрыгивая. Яков Петрович, Яков Петрович, вы здесь, вы простудитесь. Здесь холодно. Яков Петрович, пожалуйте в комнату. Яков Петрович, нет. Я ничего, Яков Петрович. Нет, нельзя, Яков Петрович. Просят, покорнейше просят, ждут нас. А счастливки, дескать, и приведите сюда Яков Петровича. Вот как-то. Нет, Яков Петрович, я, видителя я, мне бы лучше домой пойти. Яков Петрович. Не, 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 не. Защебетал отвратительный человек. Не, 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 не за что, не за что, не за что, идем. Сказал он решительно и потащил к крыльцу господина Галяткина-старшего. Господин Галяткин-старший хотел было вовсе не идти, но так как смотрели все и сопротивляться, и упираться было бы глупо, то герой наш пошел. Впрочем, нельзя сказать, что пошел, потому что решительно сам не знал, что с ним делается. Да уж так, ничего заодно. Прежде, нежели герой наш успел кое-как оправиться и опомниться, очутился он в зале. Он был бледен, растерзан. Мутными глазами окинул он всю толпу. О, ужас! Зал, все комнаты, все, все было полным-полнехонько. Людей было бездно. Дам целая оранжерея. Все это теснилось около господина Галяткина, все это стремилось к господину Галяткину, все это выносило на плечах своих господина Галяткина, весьма ясно заметившего, что его упирают в какую-то сторону. Ведь не к дверям пронеслось в голове господина Галяткина. Действительно, упирали его не к дверям, а прямо к покойным креслам Алсуфьи Ивановича. Возле кресел с одной стороны стояла Клара Алсуфьевна, бледная, томная, грустная, впрочем, пышно убранная. Особенно бросились в глаза господину Галяткину маленькие беленькие цветочки в ее черных волосах, что составляло превосходный эффект. С другой стороны кресел держался Владимир Семенович в черном фраке с новым своим орденом в петличке. Господина Галяткина вели под руки, и, как сказано было выше, прямо на Алсуфьи Ивановича. С одной стороны, господин Галяткин младший, принявший на себя вид чрезвычайно благопристойный и благонамеренный, чему наш герой до нельзя обрадовался, с другой же стороны руководил его Андрей Филиппович, самой торжественной миной в лице. «Что бы это?» – подумал господин Галяткин. Когда же он увидал, что ведут его к Алсуфью Ивановичу, то его вдруг как будто молнией озарило. Мысль о перехваченном письме мелькнула в голове его. В неистощимой агонии предстал наш герой предкресла Алсуфья Ивановича. «Как мне теперь?» – подумал он про себя. «Разумеется, это все на смелую ногу. То есть с откровенностью, нелишенную благородства, дескать, так и так, и так далее». Но чего боялся, по-видимому, герой наш, то и не случилось. Алсуфья Иванович принял, кажется, весьма хорошо господина Галяткина. И хотя не протянул ему руки своей, но, по крайней мере, смотря на него, покачал свою седовласую и внушающую всякое уважение головою, покачал с каким-то торжественно печальным, но вместе с тем благосклонным видом. Так, по крайней мере, показалось господину Галяткину. Ему показалось даже, что слеза блеснула в тусклых взорах Алсуфьи Ивановича. Он поднял глаза и увидел, что и на ресницах Клары Алсуфьевны, тут же стоявшей, тоже как будто блеснула слезинка. Что и в глазах Владимира Семеновича тоже как будто бы было что-то подобное. Что, наконец, ненарушимое и спокойное достоинство Андрея Филипповича тоже стоило общего слезящегося участия. Что, наконец, юноша, когда-то весьма походивший на важного советника, уже горько рыдал, пользуясь настоящей минутой. Или это все, может быть, только так показалось господину Галяткину? Потому что он сам весьма прослезился и ясно слышал, как текли его горячие слезы по его холодным щекам. Голосом, полным рыданий, примиренной с людьми и судьбою, и крайне любя в настоящее мгновение не только всех гостей, взятых вместе, но даже и зловредного близнеца своего, который теперь, по-видимому, вовсе не был зловредным и даже не близнецом господину Галяткину, но совершенно посторонним и крайне любезным самим по себе человеком, обратился было наш герой к Алсуфе Ивановичу с трогательным излиянием души своей, но от полноты всего в нем накопившегося не мог ровно ничего объяснить, а только весьма красноречивым жестом молча указал на свое сердце. На одно мгновение господин Галяткин почти забылся совсем, потерял и память, и чувства. Очнувшись, заметил он, что вертится в широком кругу его обступивших гостей. Вдруг из другой комнаты крикнули господина Галяткина. Крик разом пронесся по всей толпе. Все заволновалось, все зашумело, все ринулись к дверям первой залы. Героя нашего почти вынесли на руках, причем твердосердый советник в парике очутился бок о бок с господином Галяткиным. Наконец он взял его за руку и посадил возле себя, напротив седалища, Алсуфе Ивановича, в довольно значительном, впрочем, от него расстоянии. Все, кто ни были в комнатах, все уселись в нескольких рядах кругом господина Галяткина и Алсуфе Ивановича. Все затихло и присмирело, все наблюдали торжественное молчание, все взглядывали на Алсуфе Ивановича, очевидно, ожидая чего-то не совсем обыкновенного. Господин Галяткин заметил, что возле кресла Алсуфе Ивановича и тоже прямо против советника поместился другой господин Галяткин с Андреем Филипповичем. Молчание длилось. Чего-то действительно ожидали. Точь-точь, как в семье какой-нибудь, при отъезде кого-нибудь в дальний путь. Стоит только встать, да помолиться теперь, подумал герой наш. Тут господину Галяткину-старшему показалось, что вероломный друг его улыбается, что бегло и плутовски мигнул всей окружавшей их толпе, что есть что-то зловещее в лице неблагопристойного господина Галяткина-младшего, что даже он отпустил гримасу какую-то в минуту Иудина своего поцелуя. В голове зазвонило у господина Галяткина, в глазах потемнело, ему показалось, что бездна, целая вереница совершенно подобных Галяткиных с шумом вламываются во все двери комнаты, но было поздно. Звонкий, предательский поцелуй расстался и... Тут случилось совсем неожиданное обстоятельство. Двери в залу растворились с шумом, и на пороге показался человек, которого один вид оледенил господина Галяткина. Двери в залу растворились с шумом, ноги его приросли к земле. Крик замер в его стесненной груди, впрочем, господин Галяткин знал все заранее и давно уже предчувствовал что-то подобное. Незнакомец важно и торжественно приближался к господину Галяткину. Господин Галяткин эту фигуру очень хорошо знал. Он ее видел, очень часто видал, еще сегодня видел. Незнакомец был высокий, плотный человек в черном фраке с значительным крестом на шее и одаренный густыми, весьма черными бакенбардами. Не доставало только сигарки во рту для дальнейшего сходства. Зато взгляд незнакомца, как уже сказано было, оледенил ужасом господина Галяткина. С важной и торжественной миной подошел страшный человек к плачевному герою повести нашей. Герой наш протянул ему руку. Незнакомец взял его руку и потащил за собою. С потерянным, с убитым лицом оглянулся кругом наш герой. Это? Это Кристиан Иванович Рутеншпиц, доктор медицины и хирургии, ваш давнишний знакомец Яков Петрович. Защебетал чей-то противный голос под самым ухом господина Галяткина. Он оглянулся, то был отвратительный подлыми качествами души своей близнец господина Галяткина. Неблагопристойная, зловещая радость сияла в лице его. С восторгом он тер свои руки, с восторгом повертывал кругом свою голову, с восторгом семенил кругом всех и каждого. Казалось, готов был тут же начать танцевать от восторга. Наконец он прыгнул вперед, выхватил свечку одного из слуг и пошел вперед, освещая дорогу господину Галяткину и Кристиану Ивановичу. Все ждали. Ропот нетерпения пробежал по толпе, когда господин Галяткин оглянулся назад. Я надеюсь, что здесь нет ничего, ничего предосудительного или могущего возбудить строгости внимания всех касательно официальных отношений моих, проговорил потерявшись герой наш. Говор и шум поднялся кругом, все отрицательно закивали головами своими. Слезы брызнули из глаз господина Галяткина. В таком случае я готов. Я уверяюсь вполне и вручаю судьбу мою Кристиану Ивановичу. Только что проговорил господин Галяткин, что он вручает вполне свою судьбу Кристиану Ивановичу, как страшный, оглушительный, радостный крик вырвался у всех окружавших его и самым зловещим откликом прокатился по всей ожидавшей толпе. Плохо занывало сердце в груди господина Галяткина. Кровь горячим ключом била ему в голову. Ему было душно. Ему хотелось расстегнуться, обношить свою грудь, обсыпать ее снегом и облить холодной водой. Он впал наконец в забытье. Когда же очнулся, то увидел, что лошади несут его по какой-то ему незнакомой дороге. Направо и налево чернелись леса. Было глухо и пусто. Вдруг он обмер. Два огненные глаза смотрели на него в темноте. И зловещую адскую радостью блестели эти два глаза. Это не Крестьян Иванович. Кто это? Или это он? Он. Это Крестьян Иванович. Но только не прежний. Это другой Крестьян Иванович. Это ужасный Крестьян Иванович. Крестьян Иванович. Я Я Кажется ничего. Крестьян Иванович начал было робко и трепеща наш герой желая хоть сколько-нибудь покорностью и смирением умилосердить ужасного Крестьяна Ивановича. Вы получаем казенный квартир с трофами с лифт и с прислуг чего фи и достойно строго и ужасно как приговор прозвучал ответ Крестьяна Ивановича. Герой наш скрикнул и схватил себя за голову. Увы, он это давно уже предчувствовал. Субтитры создавал DimaTorzok Федор Достоевский Двойник Читал Сергей Гармаш Режиссер Максим Осипов Композитор Андрей Попов Редактор Марина Лопыгина Звукорежиссер Любовь Рындина Шеф-редактор Наталья Новикова Продюсер Ольга Золотцева Программа создана на Радио России Культура при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям и продюсерского центра Адвайта Вы слушали программу Словесность Следующий выпуск в понедельник в это же время Редактор субтитров Корректор А.Егорова